Вот так вот сходу, сидя вдвоем, мы и начнем. Во-первых, я назову, куда вы попали. Ну, вы видите, здесь написано «Людвиг Герхард Хабб». Что такое Хабб сейчас все знают, а кто такой Людвиг Герхард, наверное, мало кто знает. Я вынужден объяснить. Людвиг Герхард — это человек, который, скажем так, реально сделал Германию такой, как она сейчас есть, развитой страной демократической. После войны он был министром экономики, потом канцлером. На тот момент Западной Германии. Мы взяли это имя, вот почему еще, что наш Хабб поддерживается Людвиг Герхардфондом, который заботится на сегодняшний день о том, чтобы в Украине провести реальные реформы. И Хабб будет посвящен, надеемся, что это будет не последняя встреча в нем, как раз вопросом, связанным с изменениями. Те, которые нам нужны, которые у нас получаются и которые еще должны произойти. И сегодняшняя встреча у нас так и была заглавлена. Она была, не была, а будет посвящена изменениям. Мы пригласили в гости моего давнего знакомого, Плохтия Максима, я рад его представить. Основатель компании «Карабаском». И, соответственно, сегодняшняя встреча — это «Карабаском. Как изменение технологий создает новые рынки». То есть мы будем очень много говорить об изменениях и у нас в стране, и в жизни, и как ими управлять этими изменениями. Вот в общих чертах, что вас ждет сегодня. По ходу встречи у нас она будет идти до... мы постараемся, чтобы она прошла в достаточно вольной обстановке. Я буду задавать вопросы. Максим будет немножко рассказывать. Если у вас есть вопросы и уже по ходу встречи, вы можете поднять руку. Но в любом случае мы в конце нашей беседы с Максимом предоставим возможность аудитории задать вопросы, которые у него накопились, если кто не поднял руку в ходе нашего диалога. Все понятно? Отлично. Ну вот, вы видите короткое представление Максима. И я спросил его, он предложил, что он ответит публично. Знаете, я сказал, что серийный предприниматель звучит несколько двусмысленно. Поэтому разъясните свой смысл этого понятия серийный предприниматель. Значит, что такое серийный предприниматель? Это, в принципе, устоявшееся выражение. Есть такое понятие, такой термин. Это когда человек, который сделал мне один бизнес. У меня много, на самом деле, бизнесов. И, скажем, Карабахскому это один из них. И если вы спросите, что я лучше всего умею, то я умею, в принципе, организовывать бизнес, его выращивать до какого-то состояния. И дальше, когда это то, что мне больше всего нравится, это то, что интересно. Потом, когда бизнес становится уже достаточно большим, превращается в такие корпоративные правила, становится более системным, не знаю, там, скажем так, административным. Вот тут, скажем так, уже я, как по своему характеру, уже начинаю терять интерес к таким компаниям. Поэтому мне интересно, нравится развивать, строить, как называется, бизнес-девелопмент, выстроить компанию. Поэтому, как раз, мне привлекают инвестирование, предпринимательство, создание, креатив, такие сферы. Вот отсюда, поскольку я сделал не один бизнес, отсюда идет такое понятие «селенные предприниматели». То есть, запускание бизнеса в серию. Ну, грубо говоря, да. По большому счету, неважно, какая сфера, неважно, где именно ты делаешь бизнес, по большому счету, правила плюс-минус работают одинаковые. Ну да, это, примерно, правило большого взрыва, когда во время взрыва никто не знает, что происходило. Это потом стало понятно, как упорядочилась вселенная. Так это период, который вам не интересен, да? Вам интересно первые несколько секунд, ну, если мы говорим о большом взрыве. Понятно. Ну, хорошо. Я бы несколько вопросов, с вашего позволения, значит, как говорится, с чего все начиналось. Значит, вы закончили школу в Аду, в Киеве, хорошо. Ну, я закончил школу в Киеве, закончил гимназию. Значит, я там поступил в университет, там был призером математической. Университет какой? Я закончил информационных систем и технологий, факультет в Нархозе. И получается, по большому счету, то, чем я занимаюсь информационной технологией, это есть, как бы, прямое, там, скажем, управление менеджером информационных технологий, моя прямая профессия. Дело в том, что вообще, как бы, к информационным технологиям я пришел очень банально. У меня родители купили компьютер в, по-моему, в 94-м году. Это еще был такой, у меня был 486-й Пентиум, я сейчас вспомню. Нет, это был не Пентиум. Пентиум. Пентиум был после 486-го. Да, то есть, как бы, по ИВМ, это было по сравнению с, там, моими одноклассниками, которые были поиски, там, еще такие советские компьютеры, там, спектрумы. То есть, достаточно продвинутая, вот, и в какой-то период, там, значит, игрушки, они продавались на диске, так, в какой-то период мы, там, поигрались, поигрались, это все надоело, и я начал программировать, заниматься, делать. Вот, и отсюда возник какой-то интерес, как бы, к компьютерам, к этим всем, там, новинкам, технологиям. Вот, как, поскольку я был призер Малоакадемии наук всеукраинские, то я поступил в университет по собеседованию без экзаменов и мог, в принципе, себе позволить выбирать разный вуз. Вот, выбрал Нархоз по причине того... Я сейчас объясню. Нархоз – это нынешний университет имени Гетьмана, Киевский национальный экономический... Тогда он назывался, да, Киевский институтом народного хозяйства. Ну, скажем так, сейчас, может, уже не так модно, но тогда считалось достаточно важным, именно, как бы, экономические специальности. В 90-х это было крайне популярно. Сегодня, если бы я поступал, я бы, конечно, поступал бы как раз на инженерную специальность, потому что сегодня инженеры в большей цене, и, скажем так, знания инженерные не более ценны. Но, вот, ну, мне повезло, что я попал именно на факультет информационных технологий. Раньше он назывался инженерный факультет, как раз в рамках экономического вуза. Вот, соответственно, что нас научили? Нас научили важным вещам, вот, в первую очередь, мыслить системно и мыслить алгоритмически. Вот, и сама по себе, в принципе, как бы, компьютерная наука, она дала такой большой плюс, то, что ты становишься, как бы, мыслить, мы позволяем сам мыслить алгоритмически. Когда я закончил, как бы, университет, там, занимался потом двумя вещами. Это писал диссертацию, и второе, я начал заниматься консультацией, то есть изучать вопросы именно фронтоообщественных систем. То есть задача какая? Пробедите, она следующая. Есть большая компания, компания купила компьютеры. Вот, они поставили компьютеры на рабочие столы сотрудников. Вот, и все, и возникает вопрос, окей, а что дальше делать? Поиграться. То есть, вот, что? Вот, как их реальную ежедневную работу начинать делать с помощью компьютера? Как все службы в рамках компании будут взаимодействованы между собой? Значит, глобально автоматизация любого предприятия, она состоит из двух частей. Первая, это бэк-офис и фронт-офис системы. Бэк-офисные системы, это, скажем, бухгалтерия, ведение финансов, а фронт-офис, это там, где у вас менеджеры работают, там, не знаю, продажи, взаимодействие с клиентом, там, не знаю, рассылки, CRM-системы, колл-центры и тому подобное. Вот, как бы, мы специализировались именно на консалтинге по CRM и фронт-офисным системам. К 2008 году мы достаточно успешно этим занимались. У нас была своя компания, которая занималась автоматизацией предприятий. Но потом кризис 2008 года немножко, как бы, составил нас расформировать эту компанию. И я начал задуматься, что делать дальше. И мы пришли к тому, что хотим применять свои знания, которые у нас есть как раз в разработках, в других сферах. Вот, и тогда у меня был контракт с крупным на то время билетным оператором Ольве. Это была такая большая сеть КАЗ. Вот, они нас выбрали, мы выбрали тендер по автоматизации и разработке всей украинской системы электронного билета. Через какой-то период времени мы взаимодействовали с этой компанией, они перестали нам платить. Но разработку такой системы я продолжал вести, 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 вести. И в конечном счете ситуация обернулась в обратную сторону, что были определенные, у владельцев компании передо мной были определенные долговые обязательства. Вот, я у них взял полностью этот бизнес себе, скажем так, за долги они расплатились. И мы переименовали, тогда как раз сделали билет на агентство Карабас, начали работать по-новому и начали внедрять технологии электронного билета по стране и начали выходить на рынок. Хорошо, вот билетом мы еще подойдем, с вашего позволения, потому что у меня тут записано, что вы кандидат экономических наук. Да. Как вообще это помогает и из чего вдруг вам решилось, значит, заняться этим? Ну, скажем так, возможно, в какой-то степени, понятное дело, что все, что не происходит, все помогает, потому что ты получаешь определенные знания, определенные там навыки, уровень и так далее. Но если бы я вернулся назад, и те силы, энергии, которые я привожу для написания, эти кандидантские, и для того, чтобы защититься, я там защитялся достаточно сложно, потому что я писал сам, без блата, без ничего, и там, скажем так, упирался в определенные барьеры в этом отношении. Поэтому мне пришлось достаточно сложно защищаться, тем более-то я еще защищался в революционный 2004 год, вон она была оранжевая революция. Вот. И поэтому, когда меня спрашивали, мне нужно было сдавать, там, скажем, авторефераты, нужно было приходить на определенные комиссии, вот я не приходил, когда спрашивали, где Плохти, и отвечали, что он в палатке, где-то, на Крещатике, как бы это было такое тоже определенное недопонимание. Короче, у ваших оппонентов был шок. Да, было определенное недопонимание. Вот. В конечном счете я защитился, там не стоило очень много сил, энергии и нервов, но в любом случае это, скажем так, придает определенный статус, придает определенный уровень, и, конечно же, если у вас есть способность, а вы должны понимать, что, ну, я как бы наукой занимался еще в школе, и, в принципе, в 11 классе у меня уже были все необходимые публикации, статьи, сданные экзамены, все для кандидатов. Ну, там надо сдавать философию, английский и определенный набор публикаций. А философия вообще-то в объеме высшей школы нужно сдавать, а вы про 11? Да, как раз философия сдала на втором курсе этот, правда. Вот. И поэтому, скажем так, оно, скажем так, мне легко шло, и поэтому я этим занимался. Поэтому у кого, конечно, есть способности к науке, к каким-то, скажем так, научной деятельности, конечно, надо этим заниматься. Это, в любом случае, позитивная работа. Мне это помогло как раз в консалтинге, потому что, когда там приходит 22-летний парень в большую компанию и пытается рассказать, каким правильно работать, то там дяди и тети не до конца понимают, почему меня нужно слушать. Вы к 22-м годам уже все, PHD? Ну, то есть, кандидата? Ну, да, получается, да, где-то так. Вы молодец. Я только хотел спросить, ну, во-первых, получаешь удовлетворение, когда визитку даешь и там PHD? Да, честно говоря, я когда уже, честно скажу, когда я защитился, у меня уже было там, ну, как бы уже так все абсолютно... Ну, хорошо. Я так думаю, что аудитория это все впереди, кому взбредет голову, то лучше сделать, чем не сделать. Мне когда-то тоже, я отнекивался, к тому времени у меня был личный бизнес уже, и мне говорили, так, вот, Олег Эдуардович, значит, вот то-то, то-то, надо бы. Я говорю, так, а зачем оно мне надо? Ну, оно, говорит, вам не помешает. Ну, оно так и получилось. Хотя, конечно, усилий, я честно признаюсь, было чуть меньше предложено. Ну, тут еще нужно понимать, что, скажем, это как ступенька к той же преподавательской деятельности, потому что я преподавал в нескольких вузах, там, экономическую безопасность, преподавал защиту информации, но и, скажем так, те навыки, которые ты получаешь в аспирантуре, они, конечно же, способствуют и помогают более качественно давать лекции, там, вести семинары и там. Понятно. Хорошо. Ну, вернемся к истории с билетами. Я вот, кстати, к аудитории вопрос. Поднимите руки, пожалуйста, кто, в принципе, ну, хотя бы раз в год посещает массовые мероприятия, групповые, там. Ну, типа концерт. Отлично. Вот, отлично. А теперь, да, спасибо. А теперь поднимите руки, кто при этом покупает билеты только бумажные, не через... Системы. Посмотрите, значит, все практически. Не, ну, мы прогрессивная молодая аудитория, еще не хватало, чтобы они бумажные покупали. Ну, значит, это перспектива и в том числе и Карабаса. Вот. Да-да, продолжим разговор о том, как все-таки появился Карабас. У вас появилась на руках, значит, чьи-то, ну, обязательства перед вами, как я называю, случаем досталось. И дальше что было? Ну, вот я взял всю компанию, скажем, это была сеть касс, была компания, значит, состояние было приблизительно следующее. У них было 24 кассы во всех торговых центрах. Администрирование вот этой всей билетной массы, оно было достаточно сложным. Чтобы вы понимали, это приблизительно, вот сколько, 24 умножим на 2, это 50, да, то, грубо говоря, 50 кассиров работы. И вот каждый день, такая большая аудитория, огромный стол, где собираются все кассиры и обменивают, то есть билеты в бумажном виде, и они происходят приблизительно следующее. Они обмениваются билетами, потому что каждый клиент просит какие-то свои. Ну, то есть вы понимаете, например, я хочу попасть, допустим, мне нужно 2 билета на балкон, и кому-то нужно 2 билета на портер. Но в процессе распределения билетов, да, то есть зал-то маленький, эти 2 билета на балкон могут быть абсолютно у другого кассира в это время. Вот, и значит, они приходили на 8 литра, велось 3 книги. Книга кассира, одного книга кассира, второго и книга компании. И вот каждая передача вот этих вот билетов записывалась в книг. И когда я первый раз это все увидел, то главный кассир, он сказал, смотрите, нам надо вот это все автоматизировать, и вот первое, что мы хотим, это отказаться от этих книг. Вот. А вы предложили отказаться от билетов. Да, отказаться от книг, ну и понятное дело, что мы, скажем так, сейчас тоже расскажу чуть-чуть, как бы дальше эту историю, вот. Но вы должны прекрасно понимать, да, что когда мы говорим про автоматизацию, то автоматизировать бумажные процессы, ну это бессмысленно, да, то есть мы, как бы, ничего, скажем, не меняем, да, потому что... Автоматизация беспорядка называется. Да, грубо говоря, это не имеет никакого смысла. Вот. Скажем, и перейду там, как бы, к истории про Министерство культуры, оно более интересное. Дальше. И вот, как бы, компания мне попала, мы начали разрабатывать само по себе технологию, как вообще все должно работать. Кстати, если вы посмотрите, вот все, что сейчас в Украине, вы видите электронный билет, сами по себе бланки, на каких-то принтерах это печатается и так далее, это все мы разрабатывали у себя в офисе с самого начала. То, что сейчас уже, скажем, какие-то вещи привычные, то, что вы сейчас, скажем, ежедневно пользуетесь, когда-то кто-то... Это то, что внизу написано, идеолог реформирования билетного хозяйства, да, я так правильно понимаю? Я скажу, что такое идеолог. Вот и так вот мы себе жили там, развивались, по чуть-чуть, как бы, занимались этой автоматизацией, там делали сайты, внедряли это, ну и тому подобное. Вот и в какой-то момент времени я был участником, был участником Евро-2012, хотели внедрять на Евро-2012 такую, так называемую карточку туристов, карточку туристов. И вот, когда кто-то на совещании, там, скажем так, вот этого комитета по внедрению, как бы спросил, кей, вот вы всем, всем туристам дадите карточку туристов. Вот, и вот, окей, они будут держать эту карточку, и куда они ее будут засовывать? Ну, куда? Вот у нас карточка есть, естественно. Вот, и, ну, и понятное дело, что первое, что приходит в голову, они говорят, смотрите, они же будут пользоваться транспортом. Ну, правильно, там будут в транспорте ездить и будут расплачивать. Второе, они говорят, они же будут посещать наши великие музеи, культура, там, ну, вот, как бы, в культуру. Там третье, они будут ходить по заведениям и так далее. Вот, и тогда поставили задачу, а вы должны понимать, что как раз, чем была удобна партия регионов, то, что все-таки вот эта вертикаль власти, она работала, и там, если задачу ставили, то все-таки ее выполняли. Партия сказала, надо, когда-то звучало. Да, и тогда поставили задачу в Министерство транспорта разработать вот эти транспортные проекты и в Министерство культуры автоматизировать все музеи. Вот, и внедрение, там было прописано внедрение электронного билета. И тогда Министерство действительно занялось этим вопросом. Они, в принципе, договорились уже с одной компанией, которая должна была им там делать и так далее, но кто-то в Министерстве сказал, смотрите, ребята, она так же же не ведя, нам же нужно провести тендер. И вот они на свою голову решили собрать всех билетных операторов. Вот, в том числе, я попал туда совершенно случайно. Вот они собрали всех билетных операторов. Вот, и вот мы сидим, большой круглый стол, сидит замминистра, его помощник. Вот, и, значит, разговор приблизительно следующий. Вот, мы там будем внедрять электронные билеты, это сегодня на часе. Значит, мы должны быть передовыми, там, будем так-то, а так-то это все делать. Вот, все, мы сидимся, слушаем, все. Вот, Министерство говорит, ну, все, всем, все понятно. Ну, да, всем вроде бы все понятно. Я сижу и поднимаю руку. Говорю, здравствуйте. Говорю, я, тут у меня простой вопрос. Он может быть примитивный, но это очень простой вопрос. Вот, у меня есть бабушка сидит в кассе. Ну, вот, у меня, говорю, 24 кассе, сидит 24 бабушки. Вот, вы говорите продавать электронные билеты. Вот, раньше мне все было, мне было понятно. Я брал, нарезали мои билеты, бумагу, все, и мы ей дали. Она взяла книжки, расписалась, получила билеты и сидит, продает. Говорит, вы сейчас говорите электронные. Вот, что ей продавать? Вот, она будет сидеть. Что ей продавать? И не сидят. Вот, я говорю, ну, все, спасибо, молчу. Они сидят, ну, как, говорит, они будут продавать электронные билеты. В форме электронов когда-то. Да, электронные билеты, я говорю. Вот, я говорю, так а как? Говорю, а на чем они будут? И, значит, замминистра, говорит, у него приходит гениально, говорит, на дискетах. А я, тут же никто не знает, что такое дискеты. Тут понимаешь, что такое флешка. Я еще помню, а дискетах в музее, как вы, может, посмотрите, что такое дискетах. Так вот, на дискетах. И я такой, а-а-а, на дискетах, все понятно. Сижу, говорю, спасибо, теперь все стало понятно. Молчу, выдерживаю паузу, минуту. Я уже понимаю, что это все как бывает. И они такие, все спокойно, такие радостные, значит, шум, шум такой идет. И я, значит, проходит эта минута, я опять поднимаю руку. Они смотрю, уже на меня начинает коситься. Я там был такой чай. Он занимался, ну, такая внутренняя, как судьба безопасности. Он уже на меня смотрит. Я поднимаю руку. Сканирует. Да, и говорю, а вы знаете, что дискеты же уже не продаются. Я говорю, как на дискетах, они же не продаются, по-моему. Он такой, как не продаются. Но дискеты умерли как раз в том времени, когда вы начали защищаться. Уже не было дискет-то, да. И это, и как заместитель, у него всегда есть какой-то помощник. И он так на него помощники, как не продается. Тот, значит, выкручивается. И такой, раз, раз, говорит. Нет, ну зачем на дискетах? Говорит, на флешках. Говорю, блин, а, на флешках. Теперь все понятно. Все, все, все сняли. Фу, все, все выдохнули. Я еще выдерживаю паузу, где-то минута. Поднимаю руку. Эти уже на меня просто конкретно смотрят. Уже так на таса, поднимаю руку. И говорю, а скажите, пожалуйста, вот вы дадите мне на флешку, да. Вот у нее будет 10 билетов на одной флешке. Она эту флешку отдаст человеку. Он уходит со всеми 10 билетами. Как мы вернем? А он-то деньги заплатил только за 2. Говорю, а как же, что он 8 не вернет? Да и флешки тогда стоили, как сам билет. Я уже молчу. Говорю, а как же, что он мне, говорю, вернет те 8? И такие, ну как? Вот. Я говорю, ну вот понимаете, что-то не получается. И потом так вот поворачиваюсь и говорю, а теперь скажите, пожалуйста, мы сейчас где находимся? Я говорю, я вас спрашиваю, где мы сейчас находимся? Они на меня уже смотрят. Я говорю, мы находимся в министерстве. И вы хотите сказать, что мы на полном серьезе, в министерстве культуры государства, да, Украина, на полном серьезе обсуждаем передачу электронных билетов на флешки? Ну и, скажем так, вот это все, оно немножко уже перевело в другую позицию, и тогда я уже начал рассказывать, что такое электронный билет, что такое, что должны быть сервера, инфраструктура, более того, что эти сервера должны... Вы же понимаете, что такое эмиссия, вы понимаете, что билеты, они конвертируются в деньги, да, то есть мне сейчас представьте, если у меня есть сервер, на котором генерируются билеты, я же его должен защитить, наверное, как-то, правда? Теперь представьте, что это мы делаем на уровне государства. Как вы считаете, есть, наверное, какие-то нормативные акты в государстве, которые регулируют защиту, правда, информацию? Есть. Есть же, наверное, какие-то нормативные акты, которые регулируют, как должны быть финансовые взаимоотношения. Есть, да? Ну и так далее, и так далее, и так далее. Есть масса всего. И этот всем начал рассказывать, 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 они все это слушают. Говорю, вот представляете, а вы хотели на дискетах вот это все передавать. Я говорю, так вот слышите? Они мучают. Говорю, нет, вы слушаетесь. Вот вы что, не слышите? Они могут понять, что нет. Еще раз говорю, вот вы что, не слышите? Дыхание прокуратуры за вашей спиной. Ну, они все, конечно, поникли. Все, прокуратура, когда услышали слово, сказали, все, нет. А я добавлю, в госоргане страшнее слова прокуратуры нет. Ну, да, есть такое. Вот, и прошло какое-то, и потом, через какое-то предвремя, меня вызвали к министру. Кстати, нужно отдать должное, что министр достаточно, Михаил Андреевич Кулиник, он лояльно относился, как бы много помогал, и действительно, как бы, скажем так, я стал, ну, как бы, ответственный за внедрение, как бы, в стране электронные билеты, и, в принципе, на сегодня мы в Украине имеем, ну, наверное, одно из самых прогрессивных в мире, там, таких вот систем, как это все работает. Да, у нас есть понятие такое единое билетное поле, у нас автоматизированы сейчас театры. То есть это все достаточно успешно, как бы, внедрялось. Мы внедряли ими два года, вот. Было много там всяких казусов, потому что вы должны понимать, что, когда мы приходили, то, там, скажем, сотрудники театров, там, у нас были даже такой случай, когда мне брали вот так вот бумажку, вот, распечатанную, да, электронного билета, так это мы говорим про распечатанную, вот. Я так вот говорю, нет, вот в мой театр, в мой театр по вот этой бумажке никогда не зайду. Вот только через мой труп. Вот, вы понимаете, да? Ну, в конечном счете, поскольку это все действительно удобно, это современно, это поменяет, у нас был потом второй случай, да, это когда мы у этой бабушки хотели... Сейчас придут в себя от первого, а я пару комментариев, я обращу внимание ваших ребят на следующее. Максим сказал, что случайно попал на совещание, да, и вот с этой случайности пошел, практически, можно сказать, в значительной степени карабаском, и все билетное хозяйство, и его идеология. Но, тут важно следующее, к случайности нужно быть готовым. Поэтому, счастливая случайность бывает у каждого, но если к ней не готов, не знаешь, не умеешь, то она проходит мимо. Поэтому, обратите внимание, я просто буду вставлять такие несколько слов о том, как делается бизнес. Как правило, счастливые какие-то развития, оно начинается почти всегда с некой случайности, но той случайности, к которой вот субъект был готов. Вот, то есть, предыдущее знание, упорная, а потом последующая упорная работа. Вот, про сказанное два года, я так периодически, мы встречались с Максимом, и он мне рассказывал, а я знаю приблизительно, как работают госорганы, у меня волосы шевели, видишь, он ввязался в такую историю. То есть, во-первых, а, быть готовым к случайности, и, во-вторых, быть упорным в достижении той цели, которую поставил, потому что вот эта история с вот этим билетом сюда не придешь, это только самое мелкое, что там можно было увидеть. Да, извини. Я не сказал, что как бы в этом есть какая-то определенная случайность, да, имеется в виду случайно в том смысле, что Министерство могло как бы и не организовывать такой определенный конкурс, да, какие-то там, скажем так, общие совещания. Но, понятно, что я попал не случайно, потому что я был руководителем билетного оператора, меня пригласили как руководитель билетного оператора, и вот самое главное другое, самое важное то, что из всех сидящих в том зале, да, я был единственным, кто вообще понимал предмет этого совещания. Вот только как бы только из всего, да, то есть, если, я бы сказал бы по-другому, если Олег Адуардовичу перефразировать, то я как раз там оказался не случайным, а случайные были все остальные люди на этом всем совещании. Потому что вы были готовы, именно это я имел в виду. Вот, как бы, это у нас, кстати, такого много, как бы, в государстве, но не важно. Так вот, второй случай, мне тоже такой вот очень интересный, это когда мы уже все внедрили, уже подработали, все, и уже бабушки эти сканеры уже научились, все остальное, и вот мы у одной бабушки хотели сканеры забрать. Что же, что-то забрать сканер и сказать, нет, теперь вы давайте дальше билеты продать. Ох, она его задержала, говорит, нет, вы что, я пока раньше, я теперь корешки считать не буду. То есть, понятное дело, что, ну, действительно, раньше вот этот вот учет билетов был достаточно трудоемкой такой, ну, механической, как бы, работой. Вот сегодня все гораздо упростилось, гораздо проще, и всем стало удобно, и поэтому все радуются, пользуются, и, как бы, все хорошо. Понятно. Но у вас презентация о электронной коммерции, потому что, собственно, карабасском это является как раз электронной коммерцией. Может быть, вы несколько слов, как специалист, расскажете об этом явлении в природе? Про электронную коммерцию я бы хотел больше, наверное, сейчас акцентировать на возможности. Дело в том, что, и приведу такой тоже пример, о нем. Дело в том, что сегодня уникальная, как бы, возможность, как бы, в стране, да, то есть огромное количество ниш, в принципе, свободы. И путь, как их завоевывать, он достаточно простой. Вот, недавно мне понравился проект, называется «Обои.юи». Вот, казалось бы, да, смотрите, у нас есть обойный рынок, да, ну, то есть, те, вот, там, обои покупаете, не знаю, какие-то магазины, эпицентры, там, и все остальное. Вот, что происходит в электронной коммерции. Вы выбираете какую-то нишу, да, ну, вот, узкоспециализированную, например, такая ниша, как обои, казалось бы, да. Но весь смысл состоит в том, что вы достаточно серьезно экономите на маркетинге и на продвижении, как бы, вашего ресурса только за счет того, что люди, ну, мы с вами, как потребители, сами по себе находимся сегодня в таком, в такой среде, да, и на таком, как бы, временном отрезке историческом, когда мы сами интересуемся электронной коммерцией, да, и мы сами готовы, то есть у нас запрос на покупку обоев через интернет, сегодня, да, возникает, скажем так, сам с собой, и вам не надо прикладывать много усилий для того, как, допустим, когда-то давным-давно там Amazon прикладывал много усилий для того, чтобы вообще, в принципе, электронная коммерция была, да, чтобы начали покупать, как бы, в интернете. Вот, и поэтому важно, что вы можете занять нишу, да, сделать качественные, хорошие витрины, и, в принципе, достаточно серьезно занять очень быстро нишу в интернете. Вот, как бы, если взять карабанс, то первое, что мы сделали, это мы заняли 90% электронных билетов в рынок. Да, в целом, мы, может быть, по рынку продавали, там, 5% билетов, но зато 90%, сейчас я покажу вот слайд, скажем, вот, видите, да, допустим, Е, это электронные билеты, вот мы занимали какую-то долю, но потом просто сам по себе рынок, как бы, двигается, да, то есть мы, удерживая 90% электронных билетов, но электронные билеты в рамках всей билетной массы, они продавались все больше и больше и больше, мы, наше задание, мы просто удерживали себя в нише электронных билетов, и, соответственно, мы просто росли, росли, росли за счет того, что мы удерживаем электронные билеты. То есть, понимаете, и получается, вот это, скажем, такая кнопочка турбо, да, то, что для вашего бизнеса, то, что у вас есть возможность сегодня использовать вот эти новые технологии, да, новинки какие-то, например, если сейчас там, допустим, мы все понимаем, что, да, идут мобильные телефоны, вам достаточно в мобильный телефон сделать некий удобный сервис, и вы уже можете конкурировать с оффлайнными решениями какими-то. Ну, к примеру, есть магазин подарков, существует, ну, там, нового акта, и так далее, то есть, пожалуйста, сделайте подарки, я условно назову UA, загрузите хорошие витрины, и поверьте, что у вас скорее будут покупать через интернет у вас, чем идти, даже пусть это за углом находится, как бы с доставкой. То есть, это сейчас такого много, поэтому в отношении, как бы, как раз бизнеса я бы смотрел бы в сторону, как раз вот таких проектов. Для Украины практически все ниши сейчас открыты, да, то есть, вот там, делаю не хочу, это позволяет за небольшие деньги практически каждому заняться бизнесом. Это, ну, супер классно, потому что, наверное, если брать европейские рынки, американские рынки, они очень высококонкурентные, и вот то, что называется, как бы, даже среда стартапов, это там совершенно другие ставки. Там, вот, простой пример, допустим, вот вы находитесь в Силиконовой долине, вам нужно нанять просто хотя бы одного программиста, да, то есть, соответственно, он там стоит, ну, не знаю, там, 250 тысяч долларов в год заработные платы. Вы маленький стартап, вы должны где-то взять эти деньги и найти, соответственно, вы их уже не найдете без венчурного, там, капиталиста, да, там, без венчурного фонда и тому подобное. То есть, это уже совершенно другие ставки, совершенно другие сложности и тому подобное. У нас все-таки, у нас все-таки, вы в состоянии найти, там, допустим, за 2 тысячи долларов программиста, да, вы в состоянии кого-то убедить вам в чем-то помочь и так далее. Поэтому, скажем так, с точки зрения предпринимательства, то и возможностей, у нас как раз очень благоприятная среда, и я не сказал бы, что здесь государство как-либо мешает. Пожалуйста, делай бизнес, не хочу. Ну, я добавлю только, чтобы нащупать вот эти вот нынешние оффлайновые решения, которые целесообразно переводить в онлайн, то нужно побольше, побольше сталкиваться с вот ситуацией, с жизнью, значит, с какими-то компаниями, смотреть, что люди делают в оффлайне, а, соответственно, потом, что переводить в онлайн. Еще что хочу сказать, что я ни разу не работал так, чтобы как-то на кого-то, ну, буквально, там, какие-то эпизодические, там, разовые случаи. Вот я всегда хотел делать бизнес, я объясню, почему. Когда-то, это еще было где-то на курсе втором, наверное, я просто сел и посчитал простую вещь. Окей, смотрите, ну, вот, например, вы хотите заработать, ну, не знаю, там, банальные вещи, там, дом, машина, там, не знаю, переусадебный участок, да, какой-то там набор. Вот это стоит каких-то денег, да, вот, допустим, например, там, ну, не знаю, дом, там, сто тысяч долларов, да, там, участок сто тысяч долларов, машина, там, пятьдесят тысяч долларов. Что-то, грубо говоря, вам нужно двести пятьдесят тысяч долларов. Вот, потом я сел и посмотрел, сколько зарабатывает человек, ходя на работу, ну, например, в консалтинговой компании, например, какой-нибудь хорошей, там, КПМЖ, примерно, да. То есть, и я понимал, да, что это где-то приблизительно, там, полторы тысячи долларов в месяц зарабатывать на опыту, что уже является, в принципе, неплохо по некоторой мерке, да. И вот там есть какой-то жидкость, то есть, сколько я должен работать лет, чтобы, как бы, достичь, и когда я посчитал, что это какие-то десятки лет, вот, я просто понимаю, что я просто это не могу иметь. То есть, если ты хочешь это иметь, то, значит, нужно искать какую-то альтернативу, да, в предпринимательстве, естественно, потолка нет. Вот, если говорить про предпринимательство, то есть, как бы, определенные циклы, как бы, по моему опыту, цикл приблизительно следующий. Ты сначала 3 года работаешь, ну, это, я не знаю, сказать, наверное, по 20 часов в сутки, по 20 часов, может быть, и по 22 даже иногда, безбожно, без денег вообще, без, ну, вот, там, буквально тебе не за что, как это, хлеба купить, да, то есть, потому что ты находишься в рисках, в каких-то долгах, в кредитах и тому подобное, но, вот, 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 эта вся работа в конечном счете конвертируется в компанию, стоимость, или в какой-то продукт, стоимость которого уже исчисляется в сотнями тысяч долларов, то есть, таким образом, как бы я, ну, допустим, скажем так, вот, первый мой такой цикл был, мы где-то проработали, ну, да, где-то года 3, как бы, к Арбанскому, и когда я уже привлек к себе инвесторов, ну, то, скажем, в данном случае с акционеров, да, партнеров, вот, то уже все, я уже, я уже, я уже автоматически стал миллионером, да, то есть, у меня уже, как бы, сделка была больше, чем на миллион долларов, там, да, и, то есть, вот, я вам показываю, что, ну, скажем, вот, если грубо сказать, да, там, ты за 3 года работы, там, заработал миллион, то есть, это ни на одной работе, как бы, сделать невозможно, ну, то есть, скажем так, где-то там заработали, ну, может быть, какие-то работы и бывают такие, ну, не знаю, скажем так, я был в этом, как бы, уверен, поэтому я призываю предпринимательству, потому что это, действительно, реальные шансы, ну, скажем, и хорошо зарабатывать, и интересно работать. Может быть, вопросы есть? Пожалуйста. Ну, такой вопрос. Только громко, а то мы с этим, а вы. У меня такой вопрос, вы, на вопрос, вы говорили вот сюда, ну, мы, да, то есть, куда-то мы, 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 то есть, ну, вы эту систему не разрабатывали, то есть, как вы набирали команду, да, старте, или вы ее забрали с собой с первого проекта, да, кто сейчас в Карабасе, вот, я, в принципе, вот, уже близко к тому, чтобы быть предпринимателем, да, который заработает деньги, но просто брать человека с улицы, да, откуда брать, и так далее, это первый вопрос. И второй вопрос у меня такого плана, зачем вам, ну, вообще нужны были инвесторы, если в Карабас себе сброс, то есть, зачем с кем поделиться? На второй я отвечу, как раз. Отвечу, да, на вопрос, значит, вопрос, значит, первый, да, это как формируется, как бы, команда. Итак, если говорить конкретно про Карабас, то да, у меня уже с первого бизнеса, вы должны понимать, значит, смотрите, в любой бизнес держится на двух фигурах, только на двух. Я их условно называю так, это продавец и производственник, то есть, ну, или я его еще называю инженер. То есть, только, столько слияния этих двух людей могут дать реально что-то. То есть, поскольку я по своему характеру и так далее больше отношусь, как бы, ну, к продавцам, да, то есть, это, ну, грубо говоря, организация бизнеса, как бы, продажа и тому подобное, да, для меня всегда было важно иметь у себя, как кого-то качественного инженера. Вот, дальше все. Вот, когда ты находишь этого человека, который способен по твоим, скажем так, задачам делать качественный продукт, неважно где. Ну, в данном случае мы говорим про разработку программного обеспечения, да, поэтому у меня, я проработал, ну, мне так, слава богу, с, наверное, одними из лучших инженеров, как бы, вообще в нашей стране, да, там, я могу там пофемейно называть. Молодой человек, Кевин, откуда они у вас появлялись? Откуда они появлялись? Итак, ты приходишь, да, у тебя есть идея, горящие глаза, ты точно понимаешь, как это будет работать, ты точно понимаешь, что мы все вместе заработаем, ты понимаешь, у тебя есть определенная харизма, внутренняя энергия и так далее, которая вот этого инженера заряжает, да, то есть, она, он понимает, что да, вот с тобой я готов потратить часть своего времени на том, чтобы, как бы, ну, сделать что-то большое. И важно и классно. Если он видит, что ты это действительно добиваешься, действительно делаешь, а я все время подтверждал и поиском каких-то денег, и находил какие-то контракты, и находил, как бы, в конечном счете, но как-то это, то есть, команда начинает, как бы, верить в тебя, и, в принципе, ну, ты как лидер идешь, и, скажем, люди, как бы, они на самом деле находятся и готовы, как бы, рядом с тобой плечом к плечу идти. Потом проходит какой-то период времени, и ты уже, конечно же, по интересам больше сдруживаешься и так далее. Поэтому сегодня я работаю, в принципе, с ребятами, к которым у меня, ну, по сути, там, можно сказать, такие товарищеские, близкие уже отношения, да. Вот, и поэтому, когда мы расформировали, как бы, команду и уже переходили в Карабаском, это уже были точно понятные люди, уже подготовленные, с которыми я сработался, и мы вместе, как бы, шли. Теперь, с точки зрения... Секундочку, я добавлю, вот, я объясню. Эти люди берутся практически ниоткуда. В каком смысле ниоткуда? Они могут случайно встретиться с вами в кафе. История с Сергеем Брином и вот этим вот Ларри Пейджем, да, так они познакомились, по-моему, в очереди за билетами куда-то, кстати. Стояли просто и разговаривались. Ну, вот я расскажу пример. Ко мне, вот, допустим, один из таких вот инженеров, мы, я подбирал, искал, мне нужен был человек-программист, как бы, мы искали программиста, он пришел к нам на собеседование. Я с ним, как бы, разговаривал, в принципе, про работу программиста, и все остальное. Потом в процессе мы начали, как бы, узнавать, узнавать, узнавать. Потом я понимаю, да, что передо мной сидит человек, который, ну, скажем так, другого класса, чем просто обычный программист, да, там, архитектор, инженер, там, да, с высокой, с большой буквы. Вот, но даже в процессе беседы мы начали друг друга понимать в том смысле, что он хочет сделать что-то большее, да, и я хочу сделать что-то большее. И он, как бы, в принципе, потенциально ищет тоже партнера. То есть ему нужно, ну, как бы, кто-то, кто бы мог бы вот эти его гениальные разработки продавать, правильно? А мне нужен был человек, который способен эти гениальные разработки сделать. Потом мы начинаем вместе беседовать, и потом начинаем понимать, да, что я начинаю понимать, что вот то, что я мечтаю, чтобы, как бы, программист понял, что я от него хочу, этот человек как раз такое разрабатывает. И у него есть обратный эффект. Когда он пытается, когда он говорит, смотри, я разрабатываю такую классную штуку, и я ему не говорю, смотри, а ты какой-то хрень делаешь, да, а я говорю, блин, круто, вот это то, что мне надо. Как раз, смотри, я вот эту твою штуку, если ты ее сделаешь, я ее продам туда, 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 ну, грубо говоря, да, и мы с тобой вместе заработаем. И вот когда происходит вот такой вот коннект, такое взаимопонимание, вот, собственно говоря, это привело к тому, что он потом работал со мной какой-то период времени вообще бесплатно. Хотя приходил на работу. То есть я вам приведу в качестве примера, это как взаимоотношения молодых людей, имеется в виду девушки и молодого человека. Если проскакивает искра, получается какая-то, может быть, временная может получиться команда, конечно, но многие могут рассказать такие истории про, что команда сложилась, тире уже семья на всю жизнь. То есть, когда я сказал ниоткуда, это случайные встречи. Но, еще раз повторюсь, к таким встречам нужно быть готовым. То есть, если кто-то из вас вот собирается делать бизнес и говорит о команде, очень важно, чтобы тот, кто собирается делать бизнес, смог, ну, нечто вроде как зажигать в других, вот этот огонь, желание что-то сделать. И не все люди готовы зажечься. Не все, я вас уверяю. Не надо расстраиваться, что вы никак не можете пока найти себе партнеров для бизнеса и так далее. Найдете. Если вы сможете кого-то зажечь, значит, вот этот будет ваш партнер. Это может быть и полгода, и год, и два года пройти, пока появится такой человек. Поэтому, сама встреча будет случайной, последствия будут не случайной. Если вам удастся своей идеей, своей вдохновленностью внутренней зажечь и сказать, смотри, как классно, мы тут так сделаем, а вот тут я такое придумал. Ну, собственно, то, что рассказал Максим. Да, и я еще хочу отметить, что неважно по какую сторону, даже если к вам тоже приходит, и обратная сторона существует, если к вам приходит человек с энтузиазмом, да, там, хочет что-то делать, и вы видите, что это как бы возможно, то тоже пробуйте, делайте, как бы входите в другие команды, да, потому что это потом может переформироваться. Но в любом случае, вот я еще, я вам честно скажу, вот по опыту, что все люди, которые, как бы, занимали активную позицию, реально что-то делали, создавали и так далее, в конечном счете, они все пришли к успеху. Ну, как ни крути, да, то есть оно никуда не пропадает. Даже если какие-то там определенные неудачи, но вот вы там, нет, потому что вы в процессе делания набираетесь опыта, набираетесь связи, набирается у вас вот этот вот нетворкинг, команды, да, то есть, как бы вы какие-то вещи для себя, там, прорабатываете. Там, сегодня мы все вместе бесплатно работали над одним проектом, который умер, но мы все вместе получили много опыта, получили слаженную работу и так далее. Потом в следующем мы сделали работу над ошибками, проработали какую-то, допустим, новую идею, но мы уже слаженные, четко понимаем, что мы хотим. Кстати, я хочу отметить, что очень важно, чтобы быть убедительным, нужно, ну, как, трезво мыслить и четко понимать, что ты должен говорить, окей, я хочу делать это, 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 и тогда другие люди, как бы, понимают, что вот это четкие, понятные, и, ну, как видно, как бы, конечная цель. Вот, соответственно, вы уже можете прийти к инвестору, если он видит, что сидит уваженная команда. Я добавлю еще про инвестора потом, а сейчас добавлю, знаете, это как вот я себе представил образно, как в толпе, пока все бродят, о чем-то говорят, жужжу какой-то, но если кто-то побежит за ним, вот этот первый побежавший, за ним, как правило, потом начинает выстраиваться, и все готовы присоединиться к тому, кто начал двигаться энергичней. То есть команда появится абсолютно точно, рано или поздно, если действительно внутри предпринимателя горит вот этот огонь желания что-то сделать, у него появятся последователи железно. Что касается инвестора, я расскажу историю, а потом вы можете рассказать и свою. Политехнический институт носит имя Игоря Сикорского, да, вы все это прекрасно знаете, об этом в прошлом году присвоили, но может быть вы не знаете одну интересную историю. Она была показана когда-то еще в советском фильме, когда Игорь Сикорский, он уехал в Америку, это вы тоже, наверное, знаете, значит, и он пытался строить самолеты сначала, все-таки не вертолеты, он пытался строить самолеты. Уехал же, естественно, он без особых денег, и вот денег не было, нужны инвесторы, хотя он фактически просил, как у бизнес-ангела, он обратился к богатым людям, которые из России уехали, купцы, предприниматели, промышленники, и попросил у них денег. А его спросили, сколько же ты хочешь, он говорит, тысячу долларов, ну это примерно начало 20-х годов, в переводе на сегодняшнее, ну, наверное, тысяч 20 бы это стоило, может 25. А ему говорят, купец говорит, слушай, я, говорит, тысячу на папере типа даю, встал и ушел. И они все ушли, остался только один. Это был Сергей Рахманинов, надеюсь, вам это имя говорит что-то, композитор известный российский, и дал тысячу долларов. Почему я эту историю рассказал? Когда есть идея, и вот вопрос звучал так, что вот Карабас же был уже вроде бы как на плаву определенном. Идея как самолет, она может быть не готова летать, но нужно что-то впрыснуть туда, тогда она взовьется к небесам. То есть даже хороший бизнес, сделанные команды и так далее, все равно ему для того, чтобы взлететь, требуется какое-то топливо. Таким топливом чаще всего бывают вот такие private equity investment, то есть инвестиции, или у вас стратегический инвестор, насколько я знаю, был. Ну там есть разница, детали, мы можем отдельно говорить об этом. Вот, поэтому для чего нужен инвестор даже вроде бы успешному бизнесу? Для резкого подъема вверх, потому что хороший бизнес, раскачиваемый, раскачиваемый, все равно это будет, знаете, как в старом армейском анекдоте летает, но низко. Все равно нужно какой-то толчок. У Максима может быть другое мнение? Попробую объяснить. Дело в том, что для того, чтобы ответить на ваш вопрос, давайте чуть-чуть посмотрим на бизнес с другой стороны. Если мы смотреть бизнес изнутри, да, и говорить там, вот есть у нас там какая-то точка безубыточности, потом окупаемость, да, какая-то прибыль, это одна позиция. Но есть еще обратная сторона медали, это капитализация бизнеса, да, это сколько ваш бизнес стоит. Если вы знаете, компания Uber продалась за какие-то там миллиарды, да, но она постоянно убыточная. И каждый год убытки все больше и больше, но компания стоит очень дорого. Поэтому это как бы две разные вещи. Это первый момент. Второй момент. Почему, вот, что, ну вот, как компания капитализируется? Тут очень нужно понимать, какая у вас доля рынка, какие вы используете технологии и так далее. Теперь представьте, да, я привнес программное обеспечение, которое было разработано нами, ну, нашей командой, да, за деньги там страховых компаний, банков, крупных корпораций, да, там было вложено там до 8 миллионов долларов в программное обеспечение. Я принес на рынок, его, ну, условно назовем бесплатно, ну, как бы я привнес, не платя эти 8 миллионов. Но если бы мы с вами начали бизнес смотреть, сказать, сделай всю украинскую систему, надо было бы потратить там пару миллионов долларов, их надо было бы где-то взять и где-то проинвестировать, правильно? Соответственно, компании, пусть я даже успешный, я буду, у меня много касс, много бабушек сидит, все офигенно. Но мне нужно внедрять электронные билеты. Бабушки не зарабатывают 2 миллиона долларов, да, чтобы мне их дать, чтобы я проинвестирую в программное обеспечение. Поэтому, что я должен сделать, чтобы дальше двигаться, или я сейчас проиграю, я либо должен привлечь партнера, который мне финансово, который даст мне эти деньги на то, чтобы разработку сделать, да, или же другим путем пойти, это привлечь партнера, который даст мне эту разработку. Ну, все равно так или иначе, то есть, потому что, если мы понимаем, да, что билетный оператор из бабушек превращается в IT-компанию, да, то вот это, скажем, такая составляющая, программное обеспечение, вот эта вот IT-составляющая является системнообразующим, важным для моего бизнеса. Поэтому, естественно, теперь с точки зрения, то есть, теперь расскажу, почему, как бы я делал, как бы, скажем, сделку. Почему я пустил партнера, потому что это было несколько причин. Первое, потому что мы получали некий синергетический эффект. Я вошел, вот, то есть, вот, когда, вот, мы же продаем билеты, да, а билеты, и кто-то выпускает, да, ну, кто-то их делает, кто-то делает мероприятие. Как бы, если это, так называем, промоутер, организаторы мероприятия. Так вот, у меня акционерами стали два самых крупных в СНГ организаторов мероприятия, да, которые, что мне сделали? Они мне обеспечили... Долю рынка. ...билетную массу, которую я продаю. То есть, получается, автоматически при заключении контракта, ну, не знаю, там, допустим, отрежает Мадонну. И вот у меня прямо в контракте написано, что билеты должны продаваться на карабас.ком. То есть, таким образом, я получил доступ... То есть, а у вас партнеры как раз те, которые эту Мадонну сюда привозят. Правильно, и вот все. И получается, мы конкуренты. Говорят, а давай мы будем продавать. Они говорят, нет, сори, у нас в контракте написано. И таким образом, я получал некие конкурентные преимущества. Это первое. Второе. Сама по себе сделка. И вы должны тоже, когда ты занимаешься бизнесом, нужно всегда быть готовым. Если у тебя есть выгодное предложение по продаже бизнеса или части бизнеса, надо им пользоваться. Да, то есть, мне предложили достаточно высокую стоимость за ту долю компании, которую я продавал, по очень высокой оценке. И, соответственно, это было очень выгодно. То есть, это тоже, как бы, там, через деньги, почему, скажем так, продаются части компании. Вот. Я вам скажу, что сегодня мы вводим 60% рынка, но как раз сейчас у нас остро, очень остро стоит вопрос, как раз привлечения инвестирования. Я сейчас веду много переговоров инвестиций. Для чего нам это нужно? Дело в том, что мы подошли к еще одному рубежу. Это когда нам нужно более мощно проводить маркетинговые акции для того, чтобы еще больше завоевать другую рынку. И плюс для того, чтобы присутствовать на всей все-таки территории Украины. Потому что, как ни крути, в Киеве достаточно активно все развивается. А в регионах все-таки не так. Да, мы действительно, Карамаском, мы, наверное, единственная компания, которая так широко и действительно по-настоящему работает во всех регионах. Но все равно это, как бы, недостаточно. Вот, как бы, для расширения бизнеса, для того, чтобы максимально присутствовать во всех регионах, все равно требуются инвестиции. Потому что то, что мы сейчас зарабатываем, не хватает для такого активного развития. У нас есть два пути. Первый, я все равно, мы все равно можем эту долю рынка по чуть-чуть завоевывать, 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 бороться с конкурентами. Но только это может пройти, там, 5-10 лет. Вот, либо наш второй путь, это привлечь инвестора, поделиться какой-то частью своего бизнеса. Но достичь этих целей за год-два. Да, то есть мы просто покупаем время. Вот, время бесценное, поэтому всем выгоднее. Более того, если сегодня компания, там, оценивается, допустим, в X, но мы привлекли деньги, и мы, допустим, отдали 30% компании, да, то моих, то есть я имею, там, ну, сколько там, 2 третьих от X, да. А теперь представим, что вот эти инвестиции мне позволяют сделать 10X, да, то есть я уже, получается, имею не 2 третьих, а 20 третьих от X, да, то есть как бы в любом случае мне выгодно. То есть, да, то, что я там поделился какой-то частью процентов, понятно, это окей, но, в принципе, мой бизнес стал гораздо дороже, да, то есть, на меня там оценивается в миллион, по словам, оценивается в 10 миллионов. Ну, да, это очень интересно. 50% теперь стоит 6 миллионов, да, я, как бы, заработаю больше, на самом деле. При правильном привлечении инвестиций, это тут редкий случай, когда вы делитесь, а от этого капитал умножается. Да. То есть, пример явный, значит, дело, может быть, даже действительно не столько в деньгах было при вливании их в карабас, сколько в получении эксклюзивности на рынке. И в новом бизнесе, Максим уже обращал ваше внимание, что очень важно занять практически монопольную позицию. Если этого нету, то эту позицию может занять конкурент, и тогда даже мои 100%, если вы говорите о моей компании, они будут по-прежнему стоить там вот этот вот, я не знаю, 100 тысяч, а монополист будет получать все остальное, и это будет постоянно расти. Поэтому в каждом конкретном случае касательно, зачем нужны инвестиции, нужно просто очень верно, тут маленький нюанс, верно оценить стратегическую ситуацию на рынке. Нужны ли в это время инвестиции, нужны ли денежные инвестиции, нужны ли инвестиции в форме влияния, вот как было, как пример рассказано, когда, по сути дела, заказчики этих услуг стали партнерами и обеспечили эксклюзивные взаимоотношения. Поэтому очень много нюансов, которые влияют на то, когда и какие инвестиции нужны. Пока вы о своих вопросах думаете, я хотел бы, чтобы вы прокомментировали что-нибудь о таком явлении, как блокчейн, который сейчас активно всплывает. Ну, блокчейн, в данном случае, что это такое? По сути, это не техническая часть, именно вот интересно, рыночная взгляд на эту вещь. Ну, для меня блокчейн это в чистом виде инструментарий и технологий, они больше, не меньше. Ну, я понимаю, что... Это технология, которая нам позволяет, скажем так, гарантировать то, что вмешательство человека не изменяет алгоритмы. То есть, грубо говоря, в чистой воды доверительная система, которую можно применять в разных местах. Другой вопрос, какое отношение к электронным валютам, которые, допустим, на таких технологиях построены. Это одна позиция. Ну, простите, валюта это и есть в чистой воды доверие. Если мы верим доллару и меньше верим гривне, то это доверие. Вот, как раз я хотел сказать, что поскольку как раз технология блокчейн практически позволяет нам именно выстраивать по-настоящему доверительные взаимоотношения, потому что действительно невозможно вмешиваться в систему, как бы человек. Как только она вмешивается, значит, она не работает. Невозможно вмешиваться. Соответственно, эти валюты, по моему глубокому убеждению, через X времени будут более, ну, скажем так, они будут более доверительными. Да, потому что... То есть? Потому что, скажем так, я буду больше доверять блокчейн, чем доверять центральной резервной системе, которую управляют люди. Вот, скажем так, это как бы более честные системы. И по большому счету, как бы проникновение электронных валют сегодня противодействует как раз... Центробанке. Центробанке, да. Вот, с одной стороны, а с другой стороны, самое хитрое и самое важное, что практически все, там, вот, биткоины, электронные валюты, фермы, и тому подобное, все акции уже давно скупили те же банки. Вот, поэтому такая, как бы, двоякая ситуация. Понятно. Скажем, как-то так. Вопросы? Разговор для вас, да, пожалуйста. Я бы хотел задать вопрос. Вы так, чтобы было слышно и вашим коллегам. А как вообще выбрать нишу? Нужно ли выбирать нишу, которая тебе нравится, или та, которая является прибыльной, должна быть? Ну, я считаю, что, смотрите, ну, вы, как это происходит? Первое, вы начинаете с того, что вы понимаете, то, что вам нравится. То есть, я, например, всем занимался серовыми системами, не по тому, потому что я, ну, я у них начал чуть-чуть разбираться, изучать, и поэтому этим не занялся. То есть, вы набираете компетенцию. Поэтому, конечно же, вы же прекрасно понимаете, если вы чем-то занимаетесь, вы должны в этом хорошо разбираться. То есть, в этом нужно выбиться. Если вы, допустим, хотите заниматься, ну, я не знаю, продавать кофе, то вы должны хотя бы знать какие-то элементарные знания там, да, про это кофе, как, что. Вы должны где-то понять, где его покупать, где оно дешевле продается, как это все работает, и так далее. То есть, ну, как бы много вопросов. Чем больше вы знаете, тем вы, как персонально, имеете больше конкурентные преимущества по сравнению с другими людьми. Потому что кто-то в эту тему углублялся. Вот я же вам рассказал, да, пример, что мое появление на круглом столе в министерстве, просто то, что я в этом окружении оказался за большей компетенцией, да, сыграло очень важную роль. То есть, поэтому, как бы, самообразование и более углубляться в какие-то вопросы, это очень важно. Следующий момент. Поэтому, конечно же, заниматься нужно то, что вы понимаете, и то, что вам нравится. А вот уже, скажем так, изучать, насколько это прибыльно, да, какие там крутятся деньги, это, конечно, нужно. Я всегда, начиная с простых вещей, да, нужно всегда понимать, как бы, вот, вообще, а сколько денег на этом рынке. Ну, то есть, нужно понять, допустим, опять же, вот, пример, если вы занимаетесь кофе, нужно просто попытаться узнать, в интернете это можно найти, но сейчас много, как бы, этой информации, например, а сколько вообще кофе продается в Киеве, да. Вот, допустим, вы хотите, вот я хочу открыть кофе, ну, не знаю, кофемашину поставить вот здесь вот перед КП. И нужно понять, а вообще, сколько вообще кофемашин там бывает, да, то есть, сколько вообще там денег. Если ты понимаешь, что там есть деньги, в принципе, как таковые, потом ты можешь посчитать экономику одной машинки, да, то есть, опять же, подойти, то есть, как можно это делать. Вот простой пример. Вот у нас на Гватулстого, там уже нашего офиса есть Макдональдс. Вот как мне узнать, сколько этот Макдональдс зарабатывает? Я, допустим, очень легко узнал. Я пришел в 8 часов вечера, купил Биг Мак. Пока я ел Биг Мак, мне было достаточно взять чек и просто на чеке посмотреть порядковый номер этого чека за сегодня. Все, я смотрю, что там, допустим, 2448. Я понимаю, что я 2448-й покупатель. Дальше. Я постоял еще 10 минут и посчитал 10 чеков, которые есть. Вывел среднее африфметическое. Сумма 10 чеков. Сумма 10 чеков, поделен на 10 и получил, грубо говоря, средний чек. Там средний чек, там что-то 70 гривен получился. Все. Это когда такое было? Ну, вот, неважно. Это слишком много даже сейчас. Я просто вспомнил. Ну, может, Нарьва Толстого там больше едять. Все, вот, грубо говоря, видите, я не... Ну, это без каких-то... То есть, ты просто проявляешь смекалку, да? Ну, то есть, ты хочешь достать эту информацию, проявляешь смекалку и без каких-либо там маркетинговых исследований, там, глубоких, да? То есть, я понимаю, какой трафик в этом Молдональдс. Поэтому, если, допустим, вы меня спросите, открыть кафе на Льва Толстого, я приблизительно знаю уже параметры, да? Сколько там ты можешь зарабатывать в этом кафе? Все. Ну, вот так, например. Я добавлю к смекалке еще следующее. Ну, это уже мой совет. Когда я тоже обдумываю какие-либо предложения об инвестировании, потому что основной профиль моей деятельности это финансовый как раз, то я себе... И мне предлагают подумать над каким-то продуктом, проектом и так далее, я себя стараюсь представить на месте потребителя. То есть, потребитель ходит в Макдональдс, мы все это даже наблюдаем. И здесь, в общем-то, не нужно слишком долго представлять. Хотя нужно сообразить, чего потребитель ходит в Макдональдс. Его все время уверяют, что тот Макдональдс вредный, бла-бла-бла. Он еще и дорогой ко всему и так далее. Но почему он туда ходит? Можно даже спросить товарища друга. Это к тому насчет смекалки. Первое, если смекалки не очень как бы хватает, ну, давайте просто смотреть на потребителя, наблюдать за его поведением. Даже спросить зачастую. Ну, конечно, не просто у входа в Макдональдс, а просто товарища спросить, наверное. Если уже прицепились к Макдональдсу. И вообще вот это бизнес-мышление, бизнес-смекалка, она очень важна. Вот я тоже еще приведу один такой пример, чтобы вы понимали, как консультанты, но как вы можете по-другому как бы смотреть. Вот Олег Андреевич знает, что какой-то период времени мы занимались консультированием Киев-Горстроя. Вот, и мне Киев-Горстроя два раза дарили такие монеты, да, отмечальные. Значит, один раз я попал... Я объясню, это были юбилейные монеты. На 50-летие Киев-Горстроя, это официальная номинальная валюта была в 2 гривны. У меня есть несколько штук. Юбилейные монеты. И вот мне за рациональное предложение такую монету мне два раза дарили. Один раз я оказался на совещании, приблизительно, значит, было совещание следующее. Значит, я мне просто пришлось ждать, чтобы там, ну, по своим вопросам, вот я оказался случайно на совещании, и было совещание следующее. Что, значит, очень слишком много настройки уходит инструментария, ну, инструмент. Ну, то есть он там ломается, теряется, там, вот. Вот, и как бы в качестве примера привели, что электродрель, вот у них уходит 3 дрели на бригаду в год. 3 дрели, вот они, как бы, такие расходы и так далее. Естественно, естественно, все руководство, как бы, собирается, когда-то эту проблему решали. Понятное дело, какое решение проблемы? Значит, вызвать всех бригадиров, всех наградим, короче, значит, там, лишить премии, зарплаты, со стороны, ну, короче, и так далее. Все. Все понятно, все приняли решение, записали в протоколе. Я эту, как бы, задачу просто услышал, и потом пошел себе там домой, там себе думал, 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 и потом мне пришла просто идея абсолютно понятная. Я прихожу на следующий день, прихожу к руководителю компании, говорю, вы знаете, я вчера на совещании такое услышал, у меня есть к вам классный день. Он говорит, какая? Я говорю, смотрите, а давайте сделаем проще. Вот у вас уходит 3 дрели в год, согласна? Хотите, чтобы у вас уходила только одна? Вы в 3 раза в год экономите? Он говорит, давай, как? Я говорю, а не надо никого наказывать вообще, вот вообще никому. Говорю, вы просто вызываете каждому бригадиру, вот начальника смены, и говорите следующее, что ты в конце года дрель забираешь себе бесплатно. Вот себе забирай, компания тебе дарит. Все. Вот поверьте, они были в идеальном состоянии, все хорошо. И действительно так и было, и они за все потратить одна дрель. Вот. Потому что, понимаете, это просто исторические отношения, но совершенно по-другому происходит. То же самое, второй случай, это когда там тоже вот эти вот опалубки, как-то бетон заливают, опалубки, делается специальная такая сложная такая фанера, там она достаточно дорого стоит, там это немецкое, как правило, там покупают. Вот. И строители там по технологии нужно следующее, когда опалубка снимается, ее нужно промывать. Естественно, что строитель не будет этого, ну не делает, по факту не делает, да. Опять же, там как-то ругают, там заставляют, все остальное, но он просто не делает. И когда мы посчитали стоимость там убытков на этих опалубках, стоимость, как это все происходит, да. То есть я просто говорю о том, что другой способ мышления, да. Только бы проблему, опять же, мы можем решать того, что опять заставить этих людей, которые в принципе никогда не делали, и мы можем, конечно, фантазировать, но они не будут никогда мыть, понимаете, они проще, там, не знаю, уволиться, да, чем, как бы, ниже своего достоинства там мыть, ну нету такого, да. Вот. То предложили просто сделать мобильные бригады мойщиков, которые просто в конце смены ездили и, как бы, и промывали, там, не знаю, не внедрили, не внедрили эту технологию, но смысл как бы состоит в том, да, то есть перевернуть. И мы посчитали, да, что эта бригада-бойщик будет стоить, будет стоить одну десятую от тех потерь, которые несет компания, из-за того, что эти опалки портятся. Ну, таким образом, вот, скажем, происходит решение. Я просто специально хочу, чтобы вы посмотрели, как мыслить по-бизнесовому, да, чуть-чуть как-нибудь по-другому. Поэтому вам тоже нужно учиться, как бы, вопросы решать не в лоб, да, там, какими-то такими шаблонными решениями, такими примитивными, да, нужно смотреть, как бы, чуть отойти в сторону, посмотреть шире. Ну, возможно, у консультантов это лучше получается, они, как бы, извне смотрят на ситуацию. Ну, как это? Не у всяких. Знаете, я тоже консультант, и я хочу сказать не у всяких, потому что очень важно, повторюсь снова, ту мысль, о которой я говорил, мне, кстати, сегодня пришлось побывать на линии, как говорят строители, вот, непосредственно совещании про рабов, вот. Вот, и я всегда считаю, что, чтобы решить проблему, нужно практически постараться самому погрузиться в нее, тогда станет понятно, ну, почему эти дрели пропадали, это, понятно, даже здесь, не надо туда, потому что их просто тянули домой, вот. Вот, а когда сказали, что ты такие ее получишь и не украдешь, а получишь, то он, конечно, бдил, лелеял ее и так далее. Вот, поэтому есть такое понятие погрузиться в процесс, процесс, либо потребление какого-то продукта, который вы хотите дальше предоставлять, либо процесс производственный, по которому нужно какое-то решение принять, это всегда очень важно. Ну, это, к слову, из, так сказать, тоже личного опыта. Значит, будут вопросы, поднимайте руку. А я хотел еще спросить еще одну вещь важную, она не столько из бизнеса, сколько из общественной жизни, вот, очень много звучит о е-демократии. Вам приходилось сталкиваться с чем-то подобным, ваше мнение об этом? Я вижу руку, я дам слово. Про е-демократии, конечно, мы, например, над этим вопросом я достаточно много думал, как раз в период Майдана, я был злобой IT-намета, вот, и мы как раз там много-много-много обсуждали вопросы, как, грубо говоря, правительство заменить на программный код. Нет, так и governance есть, электронное правительство, а есть е-демократия, это разные вещи. Я как раз про это и хочу сказать. Вот, и поэтому, опять же, что такое, ну, как бы, скажем, что такое демократия, да, это, скажем, некая система, да, там, честная учета, скажем так, мнений, мнений, да, и там, и интересов. Поэтому, естественно, что вот это, опять же, тоже блокчейн, любые технологии, которые будут стоять прозрачно, да, да, и, скажем так, эти глаза будут учитываться максимально прозрачно. Это действительно, как бы, хорошо. Другой вопрос, другой вопрос. Вы должны понимать, да, что выборы, там, скажем так, неважно, они будут электронным способом или даже таким способом, да, они же на самом деле подтусовываются далеко заранее, да. Это когда нам по телевизору что-то показывают, да, какое-то мнение навязывают, еще, как бы, где-то, да, и поэтому, даже если у нас будет самая совершенная система по голосованию, но люди будут принимать решение, там, за гречку, да, и манипулятивным способом, это все равно, в принципе, не помогает. Поэтому с точки зрения, как и е-демократия, как некие технологии, я двумя руками за, но с точки зрения, каким образом, какими алгоритмами, как сделать так, чтобы решения были более справедливыми, ну, так называем, опять же, где-то медиа справедливыми. Осознанными, я бы это сказал. Осознанными, да, это, конечно же, как бы вопрос более широкий. Ну, я согласен с вами, мой вопрос был с подвохом, я сейчас объясню этот подвох, что вопрос принятия решений, о том, какую кнопочку нажать, да, да или нет, значит, принятие решений, это вопрос более социологический, политологический и прочее, вот, а мы в последнее время, хочу вас проинформировать, мы давно не виделись, и я вас расскажу, что мы погрузились немножко в вопросе и демократии, и буквально вот на этой неделе уже в публичное пространство в интернете выставлена система, которая разработана выпускником КПИ, вот, и она приспособлена для демократии в небольших группах, потому что кроме всеобщей демократии в стране, когда мы выбираем парламент, когда мы выбираем президента и так далее, и так далее, представьте себе, есть вопросы общие для каких-то групп людей, начиная от самого такого бытового, как ОСББ, вот, первое, куда будет применена эта конструкция, вот эта вот система электронная, это я в своем гараже сделаю, у нас 25 человек, которые никогда собраться на собрание не могут, но в электронном режиме, я думаю, это будет проще. Это может быть в студенческих коллективах как-то применено, так что небольшая реклама. Ну, скажем так, системы для совместного принятия решений, как бы по разным вопросам, они, конечно же, сейчас достаточно активно развиваются и будут применяться во всех сферах. Да-да, я обещал, вот, молодой человек, пожалуйста, я вас имею в виду, а потом вашу руку я видел. Добрый вечер, Максим, меня зовут Игорь Кузьменко, у меня такой вопрос, простите, может, вы упоминали это ранее, я опоздал на лекцию, у меня вопрос такой, вы провели огромный анализ и нашли то, чего нету конкурентов, вышли, в принципе, за границу, став одной из самых популярных, сейчас самый мощный, в принципе, самый мощный билетным оператором. Но вы недавно также, я бы не сказал, что это инвестиция, я бы, наверное, сказал, что на данном этапе развития данной культуры это меценатство скорее, хотя, может, вы думаете по-другому. Я имею в виду ваше вложение в три портала, это Кома, это Лерун и также открытие Карабас Лайф. Вы думаете, что это все-таки, ваше мнение, вы думаете, что это меценатство или все же это сфера бизнеса новая, которая вот только зарождается в стране? Потому что в своем интервью в порталу как раз Карабас Лайф, в общении с Игорем Падасовым, вы сказали, что Карабас Лайф может спокойно достигнуть полмиллиона с читателем в месяц. Спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Давайте я на него сейчас отвечу сначала как общественный деятель, потом отвечу как бизнесмен. С точки зрения общественной деятельности, конечно же, наша компания несет высокую социальную нагрузку, мы поддерживаем разные общественные инициативы, мы поддерживаем молодых музыкантов, молодых журналистов и с удовольствием готовы всегда их везде поддержать. Это если говорить с точки зрения нашей какой-то социальной ответственности. Теперь, если посмотреть чуть глубже, если уже вы меня спросите, как бизнесмена, если мы чуть-чуть опустимся на рациональный уровень, то скажите, пожалуйста, я сегодня, моя компания сегодня вводит 60% рынка. Скажите, пожалуйста, чем рынок будет больше? Я буду больше зарабатывать или нет? Правда же, да? Чем сам по себе, ну то есть в абсолютных числах, чем он будет расти и больше будет? Теперь, поэтому я, когда ты доминант на рынке, задаю себе вопрос, а что нужно сделать для того, чтобы рынок рос? Или почему он такой? Почему он падает? У нас есть еще и упадочность, и какие-то пленные вещи. И вот простой пример вам приведу. Вот смотрите, вот я задумываюсь, вот в моей билетной агенции мне надо продавать больше билетов. Каким способом я могу продавать больше билетов? Скажите мне, что он сделает? Допустим, наращивать кассу я могу сделать больше касс, у меня будет больше продаваться. Ну, больше у меня 5. Ну, это правда, да. Смотрите, вот тогда тоже не могу. Смотрите, больше касс. То есть у меня, допустим, на сегодняшнем тренинге 38 тысяч точек продаж. Скажите, если я еще открою 5 касс, у меня будет 38 тысяч 5. Ну, мне сильно принципиально поможет? Нет. Есть понятие насыщения. Теперь вопрос следующий. Если мы не охватили, например, допустим, мобильное приложение. Ну, у нас все сделано, но я в принципе говорю, да, допустим, нет, мобильного приложения нет. То есть, о, это целый рынок, да, в котором там какой-то большой зеремен, нет, не есть смысла надо вкладывать. Так вот, сегодня проблема с покупкой билета, она не в том, что больше мероприятий. Мероприятий огромное количество. Проблема в том, что вы не знаете про те мероприятия, которые классные, хорошие проходят. Потому что у нас, к сожалению, так получилось, что вот это вот как раз прослойка, институция, вот это вот те, кто журналисты музыкальные там и так далее, они все в силу там, скажем так, вот этих всех кризисов экономических и так далее, журналы просто, ну, как бы прикрылись, закрылись, и они, скажем, начали угасать. И некому поддержать их было, да. И поэтому мы сейчас как раз и стараемся возродить вот этот вот институт информирования для того, чтобы вам рассказать, какие есть классные мероприятия. Понимаете? Потому что реально сейчас украинские артисты, действительно, у нас, скажем, где-то порядка 300 только групп, рок-групп 300 есть, да, в Украине, которые, в принципе, пишут классную музыку. Если вы обратите внимание, вы сейчас увидите, как насколько намного на сегодня более активно стали про это говорить. Да, сколько там украинских артистов, сколько там всяких классных проектов, классных новых альбомов выходит. Он посмотрит, это просто можно сойти с ума. Каждый день там кто-то какой-то альбом там выдаёт. Вот, но мы просто раньше потребляли культуру, скажем, московскую, да, которая с Москвы шла. Ну, как ни крути, но это такая историческая. Сегодня мы как бы перестали, как бы есть интерес как бы внутренний. А вот этих вот информаторов, лидеров мнений, кто это будет рассказывать, как бы уже не хватает, да. И поэтому мы пошли на то, чтобы поддерживать это всё и развивать для того, чтобы, скажем так, это делать. То есть, в принципе, если вы меня спросите, является ли вот интернет-журнал как бизнес прибыльный, нет, он убыточный сегодня. Но если говорить как подкрепление моего основного бизнеса, как костюм на мне как бы эти как-то возвращаются эти инвестиции, то якобы делаю правильные вещи и правильные инвестиции. Это называется формировать потребителя. И в подтверждение скажу, вот я сегодня проводил короткий социологический опрос, да, вы подняли руки, а я её не поднял, потому что на массовом мероприятии последний раз я был, наверное, N лет назад. Но если бы мне рассказали что-либо вот такое, что зацепило, правда, в тех источниках, которые я пользуюсь, потому что я деловую прессу в основном, то, очевидно, я, наверное, бы выбрал время. Вопрос приоритетов. А приоритеты формируются под влиянием информации. Если ко мне не поступает информация, а зная из украинских групп только Океан Эльзы, то, конечно, значит, вот... Как раз, поскольку, вот Эрик Адорович вообще точно подметил, поскольку Океан Эльзы знает, так же, как он ещё, достаточно на большое количество людей, вот Океан Эльзы стадионы и собирает. Потому что, когда с рынка ушли артисты российские, они занимали 60% рынка, возник вакуум определённый, да, и куда-то ходить надо. И поэтому люди, как бы, в этом всём растерянности, ну, то есть, куда есть понятные Океан Эльзы, да, понятный продукт, вот, и, как бы, массово, как бы, что, плюс ещё какие-то протеотические, как бы, нахожу. Молодой человек тоже поднимал руку, потому что мы уже ближаемся постепенно к финишу. Ну, у меня вопрос, на самом деле, очень большой и обширный. Вот, за всю эту лекцию было не раз сказано, что нужно быть ко всему готовым. Ко всему, не ко всему, к случайности. К случайности, но нельзя быть готовым ко всему и, к тому же, ко всякого рода случайностям. Каждая система показывает, насколько она хороша в самые критические моменты. И вот я хотел бы посмотреть работу вашего сервиса на как раз-таки одном критическом моменте, который случился не так давно. Я, соответственно, был тоже втянут в этот инцидент. И я хотел бы... А, да. Что за... В самом случае, не так давно вы продавали билеты на одно из крупнейших событий, тверспортивных событий в Украине. Но Доту, да? Да. Да вы можете себе представить? Мы даже не знаем, что... Дайте вопрос, пусть он задаст, а вы потом... Чуть-чуть ремарку сделаете, чтобы людям понятно. Дота — это, я так понимаю, компьютерная игра, да? Вот. И мы даже не знаем, что это, честно скажу. Мы там себе завели, и потом мы смотрим, что огромное количество людей, огромное количество людей просто как-то заходит, там вот это все лавинообразно, да? То есть у нас там упали сервера, там целая история была, да? Продолжайте. Мне вот все эти события очень интересно, как после этого вы вели восстановительные работы. Были ли какие-то претензии со стороны организаторов? Как вы вели работу с... Давайте я расскажу. Понял-ка я, это очень хороший вопрос. Смотрите, что такое быть готовым ко всему? Итак, давайте, как бы, говорить экономически. Смотрите, мы содержим, в принципе, достаточно большое количество серверов и тратим на это много денег. И инженеры все это поддерживают. Но вы прекрасно понимаете, что существуют пиковые какие-то нагрузки, а не могут быть. Ну, например, вот мы для себя такую пиковую нагрузку определили, это когда продавался стадион, там мы продавали Мадонну, у нас там одновременно, там на сайте было около двух тысяч людей, там покупалось билетом, то есть есть какие-то пиковые мы проверяем. Скажите, пожалуйста, оно мне было такое там раз в жизни, да? То есть, к примеру, если мне увеличить сервера в два раза, да, то есть я буду платить за них в два раза больше. То есть и вот не происходит, вот мы каждый день наблюдаем, да, там же график загруженности серверов, они загружены приблизительно там на 20%. В пиковые какие-то моменты они нагружены там 60%. Теперь, почему у нас возникла проблема с ДОТой? Ну, во-первых, вы же должны понимать, что кроме меня, у меня в компании работает большое количество людей, да, и не все понимают, что происходит, да, то есть когда завели мероприятие ДОТа, люди, которые… Как это произносится, простите? ДОТа. Люди, которые заводили это мероприятие, взяли в продажу, да, ну, как бы завели менеджера, они не знали, что это такое, то есть поэтому они не понимали, насколько вот этот вот спрос пиковый может быть в принципе, да, и поэтому они завели. Программисты даже не знали о том, что, ну, такое есть, что-то будут какие-то сложности. Ну, то есть в принципе система работает нормально, мы завели мероприятие, она в нормальном режиме работает, правильно? Если бы организатор нам сказал, что это будет большой спрос или мы бы подозревали бы об этом, то, конечно же, у нас есть специальные технологии, мы просто временно докупаем микс серверов, да, там, ну, удаленно и как бы расширяем систему, что мы в принципе и сделали, да, то есть мы там, скажем, за… вот поэтому, вот, но когда мероприятие завели, оно упало, упали сервера, мы там через какой-то период времени их восстановили и вот как раз за счет расширения серверов, докупки новых, там, ну, временных и так далее, то есть это все, как бы, в принципе, прошло в продажу. Каких-то, теперь, вот, поэтому это один момент. Второй момент, что очень много проблем, которые описаны в интернете, что, скажем так, у нас там сервер не работал, нельзя было купить проблемы, это на самом деле не наши проблемы, а на самом деле это просто люди действительно, все билеты были быстро проданы и другие не могли купить, почему, смотрите. А табличку повесить, все билеты? Ну, мы вешаем табличку, но он кликает, продолжаем, все равно хочу купить и так далее. Вот, вот простой пример вам приведу, это уже не будем в электронной форме, а вот как действовать в критических ситуациях, если мы не в электронной. Значит, у нас специально перед Дворцом Украины был такой, значит, продавались билеты, какую-то часть билета была выпечатана и продавалась конкретно на мероприятие, там, ну, допустим, ну, условно найдем, там, не знаю, там, 500 билетов. И вот кассир, вот, продает билеты, вот, прямо, сводка, софт, вот, и вот он продает сводка билеты, вот стоит огромная, вот эта толпа любителей доты, вот, вот он продает, вот у него последний билет он продает и, как вы говорите, так, раз и ставит табличку, все, билета нет. Знаете, что происходит? Бьют. Люди вот так вот бьют, а так вот эту табличку, вот вот так вот его берут, иди сюда, давай нам билеты. Ты припрятал. А где они у тебя? Дошел до того, что, вот реально, чтобы вы просто понимали, это дошел до того, что вызывали милицию, причем милицию вызывали, знаете, кто? Не мы. Они вызывали милицию, написали заявление, что вот такой, компания Карабас специально, заявление, у меня это даже сфотографировано, специально припрятала билеты, чтобы нажиться на спекуляциях, ну, чтобы даже до такого вот дохода, да, то есть, понимаете, вот, соответственно, мы там, то есть, вот это все милицию там разбирались, освободили нашего этого бедного кассира, вот. Вот, есть такой момент, да, то есть, просто как это способно. Максим, с Вашего позволения, вот это хороший вопрос о критических моментах в любой деятельности, не только бизнесе, в любой деятельности, личной, там, бытовой, бывают критические моменты. Я же подсмотрел и до начала лекции обратил внимание, что Вы аудитор по системам управления качеством, да, и там есть такой принцип, что когда у Вас, я вижу Вашу руку, когда у Вас отклонение, нужно два вида действий, корректирующие, это Вы рассказали, это докупка новых мощностей по серверам, а предупреждающие, какие Вы выводы сделали на дальнейшее, чтобы не случалось таких ситуаций, как с этим? Да, по сути, Вы должны прекрасно понимать, во-первых, что нештатные ситуации бывают, второе, Вы должны, всегда нужно понимать природу, да, природу, это мы придурки. Это называется разобраться с причинами. Да, это мы придурки полные, да, или это действительно, ну, так, такое бывает, ну, Вы понимаете, да, и вот, а самое главное, это когда, если у Вас все отважено и работает, это как быстро Вы реагируете, да, как быстро вы реагируете и как, как бы работать. То есть, для нас что было важно? Важно то, что билеты все проданы, организатор доволен, дальше... Ну, я понял, зрители были довольны не все. Не, ну, подожди, ну, если ты не купил, ты недоволен, это, ну, окей, это не моя проблема, Вы понимаете, да? Вот, это же, там были такие, какие-то, такие были случаи, когда люди, вот представьте, вот у нас были случаи, вот по той же доте, там люди просто сидели и мышкой кликали вот это вот место, да, чтобы оно никому другому не попало, да, вот в режиме онлайн. Ну, вот, прекрасно. Только таких было, как ты, тысячи, да? Ну, и, соответственно, если кто-то тебя перекликал, ну, это уже не моя проблема. И Вы должны прекрасно понимать, что в этот момент, может быть, казалось, что там мы там тебе не даем возможность кликать, но на самом деле кто-то другой перекликал, это одна вот. Вот, более того, там были другие деятели, которые написали скрипты, которые там автоматом кликали. Вот, да, и, соответственно, естественно, это тоже там частично положило определенные сервера, потому что пока наши ребята там разобрались, а кто же это так интенсивно кликает мышкой, да, ну, кто, как это отсечь, там, поэпичь, ну, в общем, грубо говоря, там свои технологии, ну, собственно говоря, такой, ну, окей, есть. Но Вы прекрасно понимаете, ну, представьте, давайте вот сделаем так, вот магазин и эпицентр, работает хорошо, правда? Прекрасно. А давайте сейчас тысяча людей сейчас зайдет, да, и каждый с полки, ну, наверное, поварит по одной полке. В этом магазине. Ну, просто, ну, типа, случайно упал. А такое было, кстати, в том же эпицентре, когда упал какой-то груз на человека и насмерть. Груза, вот, хорошо, ладно, по одному товару. Ну, и мы тогда посмотрим, какой начнется хаос в магазине, правда? Ну, так приблизительно и здесь. Хорошо. Пожалуйста. Скажите, а вот после, ну, условного вот этого происшествия политика компании относительно, там, подобного, там, киберспортивных, например, мероприятий, технологическая или, возможно, там, экономическая, она будет меняться? И второй такой, минимум, просто, будет ли, ну, будет ли Карабас расширяться в сторону массовых спортивных мероприятий? Интересно ли это вам? Да, ну, конечно, интересно. Значит, если отвечать на первый вопрос, киберспорт как таковой нам, понятно, интересен и мы там будем, как бы, расширяться. Вот, теперь уже, скажем так, поверьте, что уже вся компания более проинформирована про это явление, потому что, ну, действительно, если, допустим, я там еще более-менее как-то что-то где-то там слышал, краем уха, да, потому что у меня просто ребенку 10 лет и поэтому я знаю, что такое CSGO, там, и DOT, и все другие слова, которые до этого мне были, как бы, непонятные. И даже знаю, что там должны быть специальные мониторы, специальные мышки и киберспортивные. Вы знаете, что есть киберспортивная мышка? Ты вообще не знаешь, такое мышка. Понятно. Вот вам в киберспорт. Я помню только дискеты. Киберспортивно, как бы, не светит. Вот, значит, понимаете, то есть, вот эти все моменты, то есть, да, то есть, ну, если все-таки работают люди, вы же должны тоже понимать, они не до конца. Сегодня, конечно же, мы это понимаем, будем по-другому на это все смотреть и уже более аккуратно относиться к таким, как бы, явлениям. Следующий момент. С точки зрения, как бы, спортивных мероприятий, нам очень сильно это все интересно, но если говорить про сферу культуры, я вам уже сказал, как бы, за счет чего нам удалось сделать вот этот вот прорыв, потому что все-таки была поддержка определенная. Как ни крути, много вещей существует монопольно. Допустим, если мы говорим про площадки, там, театры, это все-таки монопольные элементы, да, то есть, я не волну, это конкретное построение, да, и так далее. То же самое, если мы говорим про стадионы, там, клубы, и все остальное, то очень сильно, как бы, зависит от того, как это все работает. Как только клубы будут относиться к билетам, как к системе заработка, сразу же это все будет, как бы, продаваться. Например, шахтер относится к этому, как к заработку. Да, у них есть своя система, есть свои API, и они, мы можем продавать билеты, допустим, на шахтер. Как бы, другие клубы пока не сильно, как бы, заинтересованы. Например, тот же «Динамо» вообще не заинтересованный продажами, как таковых. Это если мы говорим про наши, как бы, внутренние клубы. Если говорить про чемпионаты мира, какие-то, скажем, билеты, то вы должны понять, что очень серьезно, очень серьезно противодействуют, вот это, скажем так, мафия, ну, назовем их так, спекулянтов, не знаю, как это сказать, которые связаны, как бы, с этим распределением билетов для того, чтобы это иметь в общем доступе, да, или как-то оно учитывалось, то есть это там свои какие-то махинации, поэтому я не единожды был в Министерстве спорта, мол, они обсуждали этот вопрос, и даже мы получали распоряжение о том, что нужно внедрять новые там системы технологии, но оно все время хоронилось на каком-то, но я думаю, рано или поздно это, мы там это запрос тоже дадим, поэтому... А кто сейчас министр этого... Сейчас уже, вот, соответственно, что важно, то есть мы туда смотрим, и постепенно, постепенно, как бы, оно будет тоже появляться, скажем так, и есть. Итак, у вас второй, значит, поэтому здесь, тоже второй, молодой череп, вот я видел, пожалуйста. Может сейчас? Да-да-да, сейчас, потому что вторые вопросы пойдут после вашего. Ну, вопрос, кстати, на вот это, что, Киев Дота Мейджор был, вот, мне, слава богу, удалось купить два билета, но я слышал в СИГИ, были слухи и разговоры, что продавали по 30 штук билета в одни рук, и буквально через 20 минут они появлялись, например, на сландо, стоимостью 5 гиггс раз выше. Это неправда. Это все неправда? Неправда, дело в том, что... А разве нельзя спекульнуть билеты? Ну, смотрите, скажем так, давайте... Было настроено так, что в корзину ты больше 4 билета положить не мог. Офлайн? Ну, так... Я ведусь офлайн. Ну, офлайн тоже. Ну, как ты, конечно, ну, кассир точно так же не может, да? То есть, ну, если в какой-то момент времени какому-то нашему кассиру, да, или... Или вы же должны понимать, что не только мы продавали, это же продается целая партнерская сеть, да? Если какому-то кассиру подошло 6 организованных КПИшников, да, и одновременно купило 30 билетов, ну, там, по 4, скажем, ну, или сколько там подошло, по решетам, то, ну, окей, так люди сделали. То есть, вы понимаете, это... Но, и вы же понимаете, прекрасно, то есть, если я в магазине продаю батоны, и вы пришли, говорите, дайте мне 30 батонов, дается 2 в руки, ну, окей, вы организовали, как бы купили. Но вы должны понимать, что ничего спекулятивно, специально дела не было. Я же вам говорю, это просто догадки, ну, то есть, люди просто, когда не купили, начинают там обижаться и выдумывают там какие-то вещи. Мы со своей стороны сделали, но мы же тоже, это же рынок, мы же не можем запретить. Понимаете? Более того, у нас организатор не ставил такую задачу. Например, когда мы занимались универсиадой, там немножко... в Казани, а там была немножко другая система. Там, допустим, нужно было специально регистрировать фамилии, имя, общество, паспортные данные и вводить на продажу. Ну, то есть, такая другая крайность, да? Так же, как вы там делаете на... когда покупаете билет, например, на поезд. Ну, казалось бы, какая тебе хрен разница, кто-то его купил. Правильно? Ну, есть такое. Поэтому, вот здесь какие-то такие моменты. Поэтому спекуляций у него не было никаких. Ну, а то, что кто-то как-то каким-то образом сумел купить больше билетов, ну, окей. Ну, поверьте, что кассиры наши даже, если бы сильно бы их хотели, они даже не понимали, что это такое. Что это, в смысле, вот это вот... Что это за мероприятие такое, да. Что оно там, как бы... Пожалуйста, вы поднимали первую руку, хотя второй вопрос. Ну, у меня их два, но немаленькие. Первый... Давайте один, потом еще один, а потом, возможно, ваш второй. Хорошо. Как вы планируете бороться с такими ситуациями? Вот, например, в FIFA и в футбольной серии используется такая вещь, как паспорт фаната. То есть, грубо говоря, вам нужно завести страницу, бить свою информацию частично. И именно так они борются с перепродажей билетов. В таком случае вы знаете, что ваши билеты отданы реальному человеку. Смотрите, вы же прекрасно понимаете, что все билеты, ну, рано или поздно попадают реальному человеку, правильно? Теперь мы смотрим на ситуацию с точки зрения бизнеса. Если мы говорим про Украину, да, то такие мероприятия, что прямо у меня стояла проблема, чтобы попали в билеты, какие-то роки, понимаете, это, ну, там... Нет, речь идет о спекуляции, перепродаже. Поэтому давайте говорить про борьбу со спекулянтами. Мы предложили, ну, у нас достаточно много и так барьеров, да, то есть, смотрите, первое, вы когда вы делаете покупку на Карабасков, вы заводите мобильный телефон, вам должна прийти смс-ка. То есть, первое, это значит, ну, это уже как минимум много мобильных телефонов, да, то есть, ну, символ. То есть, какие-то такие вещи. Но, в принципе, у нас еще пока нету такого, чтобы так прямо билеты раскупались, для того, чтобы создавать еще искусственные барьеры на продажу. Но, например, наоборот, обратная задача мне ставят организаторы. Мне говорят, пусть покупают эти спекулянты и побольше. Я просто попытаюсь с экономической точки зрения объяснить, понимаете, спекуляция плоха только в случае наличия одного монополиста. Вот если только я имею право купить билеты, а потом распродаю дороже, то тогда действительно в полном смысле слово я спекулянт. Если доступ имеет множество людей, и кто-то хочет рискнуть своими деньгами и купить, например, половину мест в зале, а потом окажется, что на мероприятии не было спроса, он рискнул деньгами. Если же на мероприятии был спрос, и он смог перепродать дороже, то это, считайте, форма аукциона, где проиграл организатор, который неправильную цену на билеты поставил, что можно было просто перепродать. То есть, мы говорим уже с точки зрения не технических решений, а исключительно экономических. Если цена на билет была выставлена такой, что очень много желающих купить, и кто-то готов рискнуть и перепродать, вот это и есть рынок. Значит, цену на билеты выставил такую неудачную. И сам организатор, он просто не попал в рынок, и на этом, условно, нажился кто-то другой. Но всегда кто-то на чем-то наживается. Все форумы по текетингу, международные, все до единого, они так или иначе поднимаются за тот вопрос, где этот баланс между свободной покупкой и ограничением покупки. То есть, это всегда такая двоякая ситуация. Инструментарий существует вполне. То есть, понимаете, если вполне возможно, скажем, тот же организатор, у нас есть такой инструментарий, он мог бы сделать так, что только по заявкам, как в FIFA, если вы помните, на Евро-2012, тогда только по заявкам, только по... Все самое правильное, это реальный аукцион. Да, аукционы, там еще какие-то вещи. Вот. Это тогда действительно, значит, вся выручка пойдет организатору мероприятия, который там ее поделится с исполнителем. По доте, по интернету. Там дело в том, что производитель игры, он поставил конкретную цену, да. Была конкретно утверждена, там нельзя было ее ни менять, ни двигать, ничего. Вот. И опять же, тоже очень важно, что этот производитель, он проводит это мероприятие, и продажи билетов в данном случае не было его заработок, да. Это так некую поставили в солнышую цифру. Ну вот он пошел на нерыночный ход, и в результате он породил другой рынок возможных перепродаж. Пожалуйста. Я просто хотел спросить... Где купить билеты, да? Нет. Лучший ответ, я билеты не продаю. Нет, у меня парочка. Я хочу... Не переживайте так сильно. Дело в том, что вот, что бы вы посоветовали себе в прошлом, если бы имели вот опыт, который вы имеете сейчас? То есть человек, который начинал бы, чтобы вы посоветовали в таком случае? Давайте так. И брать меня в прошлом, наверное, не сильно нужно, потому что все очень быстро меняется. Все-таки вы сейчас находитесь в другой среде, и вы должны прекрасно понимать. То есть просто элементарно даже доступ к информации у нас совершенно разный. Просто колоссально важно. Вот что бы я сейчас бы посоветовал, я бы вам все-таки посоветовал, и это однозначно, у меня сегодня тоже в этом есть не надо, это нужно смотреть. Вы уже находитесь в более интегрированном, как бы, рынке. То есть вы должны мыслить, вы должны понимать, что вы не только как бы находитесь в Киеве, как бы не только в Украине, но вокруг всего много происходит, и это очень как бы близко, на самом деле намного ближе, чем вы себе это можете представить. Поэтому нужно изучать языки, ну там, хоть минимум, там английский, я очень хорошо знаю, да, нужно четко как бы изучать и смотреть, и читать, что происходит, потому что это все очень быстро, как бы технологии проникают. То есть вот это вот, скажем так, на сегодня территориальная, вот это вот, скажем так, наша какая-то закрытость именно, как рынка, она достаточно становится все более и более расплывчатой. То есть как бы абсолютно вы спокойно, если вы хорошо умеете, не знаю, делать веб-дизайн, вы можете его легко сегодня продавать, не знаю, там, в Бразилии, там, в Африке. Вы знаете, через огромные кризисы украинских компаний, именно таких там порталов информационных, очень удачно работают в Африке. Там те же там OLX и тому подобное там делаются. Потому что там... Я позволю себе тоже дать совет. Я думаю, что он вообще-то актуален был и в то время, когда вы были молодым, и даже когда я был молодым, и когда мои родители были молодыми. Я бы так это назвал образно, что нужно, необходимо углубляться в какую-то сферу, как раз на ваш вопрос Максим отвечал, что занимаетесь тем, что нравится, потому что нужно наработать компетенцию. А наработка компетенции... Ну, я вам скажу, есть такой принцип 10 тысяч часов. Я не знаю, слышали вы или нет. Его подтверждают практически все психологи. А 10 тысяч часов – это 5 лет рабочего времени. Ну, если вы будете не только в рабочее время, а и 22 часа в сутки, то, может быть, за года 2,5-3 наработаете хорошую компетенцию. То есть углубляться. Но, как я называю, на перископную глубину. Не забывайте обозревать, что происходит вокруг, для того, чтобы могут появиться очень интересные возможности, где ваша вот эта вот глубина компетенции сработает для других каких-то тем. Я расскажу тоже на собственном примере, как наращиваться эта компетенция. И как, насколько важно, вот это уже я хотел обратить ваше внимание, вам нужно быть очень конкурентоспособным внутри вашей социальной группы. Это тоже очень важно. Вот представим, смотрите, вот я когда... Это был второй курс. И как раз тогда было очень распространено, компьютеры, они собирались там из запчастей, там на рынках, в подвалах. То есть не было так, чтобы магазин, это все так происходило. Вот. И сборка компьютера, то есть покупка запчастей, это была так абсолютно плата. То есть человек, который собирал компьютер, этот специалист, он зарабатывал 100 долларов. Ну, то есть на то время, допустим, у меня родители, была заработная плата 20 долларов в месяц. Вот. И я захотел научиться. Вот что я сделал? Вот что я сделал? У меня был товарищ, у которого была подписка, она была с компьютерное обозрение. У него была подписка за 2 года. Ну, правда, тогда я уже не так все-таки было в интернете столько информации, не так это распространено. Я просто взял эту подписку за 2 года. И вот я просто начал читать. Вот поверьте, абсолютно вообще для меня новая сфера. Вообще не понятно. Вот я читаю там HDD, там какие-то слова вообще для меня непонятные, да какие-то PCI, USB, там какие-то церкви. Вот я просто, вот поверьте, я просто когда уже прочитал, вот просто читал вначале, скажем, в журнале все-таки, когда я дочитал вот все за 2 года всю подписку, я уже в принципе достаточно комфортно себя чувствовал вообще в этой всей сфере. Да, единственное, что я еще не умел, это руками поедать, ну, это делать. Когда я вот сюда прочитал вот эту подборку, ну, считайте, что я потратил, допустим, месяц я читать. Дальше, что я сделал? У меня был компьютер, правильно? Я отважился, взял отвертку, раскрутил свой компьютер. Разобрал, собрал, оно как бы работает. Дальше, я уже, имея, вот смотрите, зная немножко, как бы, терминологию, все остальное, я уже начал общаться, там, на кардаче ездить, все остальное, но со мной уже люди общались, потому что я спокойно говорил, PCI, спокойно так вот говорил, USB, конечно, я знаю, что это. То есть, понимаете, да, то есть, как бы, и я уже отличался от всех других баранов, которые ходили по базару, да, я уже вот такой баранчик, такой уже такой красивей, вот, то есть, понимаете, о чем я говорю, то есть, и, соответственно, уже со мной, вот это профессиональное сообщество уже общалось, у меня уже было понятно. Потом, я как бы научился, в конечном счете, я там, грубо говоря, через месяц, там, два-три уже собирал компьютеры сам, зарабатывал 100 долларов, потому что все-таки навыки продавать у меня были высокие, еще и тогда, вот, и, соответственно, я разрабатывал по 100 долларов, у меня, то есть, ну, скажем так, с этих всех сборов, вот, поэтому я вот к чему говорю, как это можно на самом деле учить, а прекратил я тут деятельность, знаете, как бы, это было конкретно, вот я конкретно помню день, я прихожу на кардаче и смотрю объявление, продаем компьютеры по цене комплектующих, и все, я понял, все, нету этих 100 долларов, все, все, уже никто не зарабатывает, зарабатывает только производители комплектующих, все, и я, как бы, начал заниматься, как бы, другой деятельность, вот в этот момент я просто прекратил это деятельность, была рука еще, в той стороне, нет, ошибка, ну хорошо, давайте так, это будет предпоследний вопрос, ваш, а после этого последний, я вижу вашу руку, значит, ну, все-таки я пообещал, вынужден сделать, все же, небольшую реварку к доте, меня очень сильно интересовала реакция, вас, как карабас.ком, в социальной сфере, ведь социальные сети, вот, вот, оценили только сейчас, их потенциал, и что там вообще творится, я хотел узнать, какую стратегию вы предприняли, у нас, касательно доты, но есть, вообще, две, если, если, то есть, это работа с общественным мнением, давайте так скажем, так, в социальных сетях, или нет, есть, в принципе, три стратегии, да, это активно доказывает свою правоту, второе, это просто разъяснять, что происходит, и третье, это прятаться, вообще никак не реагировая, то мы, в принципе, выработали, ну, касательно доты, приблизительно, мы, скажем так, между второй и третьей, да, то есть, мы, в принципе, проигнорировали это все, потому что мы, как бы, достойно, а какие-то определенные, конкретные моменты, мы разъяснили, ну, например, обвинения в спекуляциях, да, мы точно разъяснили, как это работало, да, а, всякие на нас нападки, ну, вы понимаете, там были такие комментарии, «Ах вы уроды, я вас всех урою», но вопрос, вопрос, скажите вопрос, мне нужно на это отвечать, или не обязательно? Ну, это двоярко, то есть, я могу, в принципе, ответить и сказать, сам ты урод, да, указать адрес в эпицентре, где лопаты продают? Понимаете, ну, вот, поэтому какие-то моменты, то есть, в данном случае, мы же тоже понимаем, с какой аудиторией мы, как бы, работаем, вот, когда, допустим, например, была отмена, не буду сейчас назвать, ну, как бы, российского исполнителя, да, вы имеете в виду административную отмена? Да, ну, отмена мероприятий, там, за счет, СБУ, запретила въезд, то есть, вот, то, конечно же, мы выбирали стратегию разъяснительную, потому что мы уже работали с аудиторией, не оторванных там людей, которые матюкаются, просто за то, что он не смог билет купить, а мы работали с журналистами, да, которые потом пишут статьи в своих изданиях, ну, это, как бы, как бы, глупо, поэтому там очень важно было, как бы, разъяснить, поэтому мы выбираем так, ну, то есть, в зависимости от конкретной ситуации, разные стратегии, коммуникативные. Можно я не могу скорректировать? Это предпоследний был вопрос. Нет, я немножко про другую социальную сферу еще хотел узнать. Социальные сети? Нет, за счет иностранных покупателей, как с ними велся диалог? С ними, если говорить про иностранных, то по большому счету весь диалог вела только производитель, да, там на своих порталах, грубо говоря, организатор мероприятий, мы вообще никак с ними не были, они просто дали ссылку, где купить билеты, и все, мы никак с ними вообще не коммуницировали. Последний? Да, я хотел вернуться в русло взгляда в будущее и перспектив. В начале лекции было сказано, что перспективное направление электронной коммерции не является ли это ложным, так как сейчас видим такие магазины, как «Розетка», «Евей», которые становятся уже агрегаторами, на которых можно покупать от зубочисток до скорой автомобилей, думаю, можно будет покупать, вот в этом аспекте, и что, ну вот, на ваш взгляд является более перспективным. И еще один вопрос, маленький, я тоже на какой-то, ну вот, на каком-то конференции в общем-то говорил, про то, что готовишь закон, чтобы можно было использовать электронные билеты, не распечатывая их бумажкой, тоже сделано, уже сделано, и то есть билеты, как в «Злезнице», я могу показывать смартфон на входе. Да. Даже в «Конке» уже можно просто мобилы купить. Но это практически то же самое. Давайте так, я расскажу, как бы, почему, и мы, кстати, мобильное приложение не делали, вот эта распечатка, откуда вообще возникла распечатка, почему электронный билет нужно было распечатать, потому что это был компромисс, потому что была инструкция билетного хозяйства, которая была написана еще в светское время, и в ней было написано, да, что билет должен быть произведен типографским способом. И когда мы немножко так в рамках министерства чуть-чуть убедили, что принтер дома это такая мини-типография, и это, в принципе, можно назвать типографским способом, ну так, согласились, да, тогда нашли такой компромисс, окей, но хотя бы распечатывайте, потому что, когда ты приносишь на мобильный, то бабушка еще больше удивляется, ты же прикалываешься, ты показываешь картинку какую-то, ты должна пропускать, в этом смысле, хорошее, вы, наверное, не знаете, может быть, кто-то читал Михаила Зощенко, у которого есть это номерков, каждый настрижет, пальтов не напасешься. Да, да, то есть, понимаете, то есть, ну, как это хоть бумажка, ладно, хоть какая-то она есть, вот, поэтому, потом мы сделали изменение к инструкции, и как бы ввели, там был целый раздел, который говорит уже о том, что билетом является как раз уникальный идентификатор, который мы привыкли называть шрих-кодом, который может быть на разных носителях, электронных, и в том числе, и тогда, как бы это уже стало как бы возможно, да, и теперь, когда, если вы где-то куда-то приходите, и вас там, скажем, с мобильным телефоном не пускать, вы можете сказать, сори, смотрите инструкцию по билетному хозяйству, и там это есть, и потому, сейчас, я думаю, вы таких случаях уже не столкнете. У вас на сайте есть ссылка на эту инструкцию? Да, конечно, у нас это все есть, то есть на сегодняшний момент, и поэтому и мобильное приложение мы не разрабатывали очень долго, ну, точнее, как бы не внедряли его тоже, как раз именно по этой причине. Просто у железнодорожников своя инструкция о билетном хозяйстве, поэтому там по-разному это шло. Ну, там точно так же, как бы. И у молодого человека был вопрос об электронной коммерции, пример с розеткой, есть какой-то комментарий? Есть комментарий, значит, смотрите. Ну, во-первых, для начала вы должны всегда понимать, что есть понятие большого супермаркета и узкоспециализированной бутика. Точно так же, как у нас могут быть, смотрите, фастфуды, где ты можешь там, не знаю, на вокзале сразу тысячу человек обслуживать едой, или могут быть как бы изысканные рестораны, то есть как бы по-разному. Поэтому ниша электронной коммерции, она не сужается о том, что только существует розетка. Это первое. Во-вторых, если мы говорим в целом, как бы, про бизнес, то розетка это для электронной коммерции для вас, это только один из каналов продаж. То есть у вас может быть свой электронный магазин и так же можете вы вооружать товары и в розетку в том числе, и на хот-вайн, и еще куда-то. То есть это вам никто не мешает, то есть ваша компания все равно. То есть, итак, давайте предположим, что вы просто склад, который не разработал свой сайт, а использует сайт, ну, к примеру, розетка или прайс-вей. У вас что, вы что, перестали электронной коммерцией заниматься? Электронной коммерцией, это не значит, что вы торгуете через свой сайт. Абсолютно нет. Электронная коммерция, это значит, что вы торгуете без непосредственного контакта с покупателем. То есть, поэтому, если у вас есть склад, который принимает заказы в электронном виде, неважно откуда, срезь едкий, вам все равно откуда, и делает доставку, например, с помощью новой почты или любой другой почты, и вы не контрактируете с потребителем, то у вас уже электронная коммерция. Это вы должны тоже, ну, как бы, для себя понимать. Более того, вы можете иметь не склад, а кучу фотографий, да, вот как с собой. Ну, грубо говоря, да. То есть, у вас тоже, что, электронная коммерция, который вы представляете на разных каналах. Это ж модно, как раз, по какой-то такой похожей схеме работает, насколько я понял. То есть, у них даже, вроде же, своих складов нету, они только, ну, у них есть и свои склады, потому что, ну, склады бывают, смотри, товары все равно, для того, чтобы сортировочные склады бывают, формирование заказов, там это все. Об электронной коммерции почитайте, если кто еще не читал, есть Тони Шей, если я не ошибаюсь, так это называется, «Доставляя счастье». В украинском языке, она тоже так называется, что-то «Доставка счастья». Почитайте эту книжечку, значит, история действительно, в полном смысле слова об электронной коммерции, только там речь была об обуви. Никакого склада у них не было, вообще. Был ли просто набор изображений этой обуви самой, а доставку осуществляли непосредственно от производителя к тому, кто эту обувь заказал. Ну, она была продана за миллиард долларов, вся эта вот кутерьма. Но вы почитайте, что там было важным. Там было важно не электронное решение, там было важно все, что вокруг него. Вот я сейчас не буду рассказывать, я рекомендую почитать эту книжку «Тони Шейд. Доставка счастья» или «Доставляя счастье». Вот смотрите, что, вот есть три составляющие, которые именно отличают электронную, вообще, что такое электронная коммерция. Значит, смотрите, первое, как бы, у вас виртуальная витрина, то есть, не физическая, а виртуальная, да, виртуальная, еще раз объясняю. вот мы просто привыкли, да, что, допустим, вот у нас там компьютер, там браузер. Простой пример, вы покупаете фильмы в телевизоре, там, допустим, на Netflix. Это электронная коммерция? В чистом виде продукта электронная. Вот я как раз хотел сказать, вот три пункта, видите, первое, это виртуальная. А там нету лазерной, это и вот. Но есть электронные деньги, как способ потяжа. Это что такое? То есть, имеется в виду, смотрите, розетка, когда к вам приезжает продавец с розетки и вы даете ему кэш, ну, там, курьеру, это условная электронная коммерция, вы должны тоже это понимать. Это, скажем так, такая уже, как бы, гибридная такая модель, но это уже тоже не до конца, потому что по правильному вы должны взаимодействовать с потребителем только удаленно. И удаленная серия, вы видите, все способы коммуникации с клиентом, вы общаетесь. А уже в чистом виде, вот если у вас еще и товар электронный, как кино, как кино, как билеты, музыка, видеофайлы, вот тогда это у вас уже, ну, совсем 100% такая электронная коммерция. В идеале еще и товар должен быть электронный. понятное дело, что мы много товаров имеем физических, поэтому, как минимум, три составляющих. Ну, нам с принтерами 3D скоро обещают, что все-таки продавать будет просто не модель даже, а набор информации, а мы будем печатать сами себе товары. это, это, если, скажем так, условно говоря, у вас будет стоять дома какой-то агрегат, который, ну, какой-то, неважно, черный ящик, да, где вы в интернете покликали, открыли ящик и взяли этот товар. Вот это уже будет, да, электронный. в электронный тоталитаризм, вот если вы меня спросите, да, я объясню почему, смотрите, если вы прекрасно поняли, то есть я не знаю, как быстро нам будут уже вшивать чипы, да, но сегодня, знаете, что происходит, самое интересное, что мы сами с вами эти чипы, за то, что мы говорим, что каждый из персональных ходит к какой-то некий идентификаторам, да, мы сами покупаем, да, причем, там, сколько сейчас там iPhone стоит, там, допустим, 800 долларов, да, кто-то покупает за 800 долларов, кто-то за 200 долларов, но мы все с вами уже сегодня ходим с персональным чипом, да, он сейчас еще с экранчиком, каждый, вот вы ходите с мобильным телефоном, если вы посмотрите, все больше и больше функций, геолокации, про вас уже все знают, все клики, все считаются, все видят, да, то есть, поэтому момент, момент, когда вам скажут, смотри, а теперь еще, видите, экран большой, он неудобный, а давай сделаем так, ты будешь носить на руке такую же точку небольшую, оно прямо в глаза тебе будет проецировать, круто, вообще, экран не надо, не надо, все, вот вы уже как бы ходите штучкой, потом я ему скажу, смотрите, а теперь, чтобы вам не тратить питание, не нужно было подзаряжаться, давай мы тебе эту штучку вошьем в руку, круто, все, вшили в руку, понимаешь, вот мы уже все чипованные, да, грубо говоря, и через X времени, конечно же, так, если глобально смотреть, то вот эти все сценарии, там, скажем, условно назовем матриц, они там где-то, там, скажем, близки, такое, что-то где-то так, оно в конечном счете и будет, потому что мы все постепенно, постепенно, как бы, уходим в эту сферу, поэтому я вообще предполагаю, что может быть, через какой-то период времени вообще будут какие-нибудь, там, не знаю, технологические какие-то революции против такого проникновения, как бы технологии так глубоко в наше общее, скажем так. Насчет чипованности, да, сложно сказать, но на сегодняшний день наблюдается... Чипом уже ходите. Я вообще-то стараюсь не у тебя забыть. Я просто хотел сказать, что однозначно уже просматривается то, что называется, ну, пусть не тоталитаризм, а информационная стратификация. Приведу конкретный пример. Вот вы сегодня называли историю, я так понял, это была какая-то игра, на которую все так ломили за билетами. Я вообще не слышал этого слова. То есть, получается, мы живем в одном обществе, в одном городе. Я живу в своей информационной среде. Предположим, все остальные живут в другой информационной среде. Вот. И на сегодняшний день это очень серьезно просматривается. Посмотрите на Facebook. Facebook нам подбрасывает то, что мы как бы хотим видеть. Таким образом, мы себя окружаем тем, что нам интересно. У нас в друзьях те же люди, которым это тоже интересно. И если я смотрю, например, новости финансовые, предположим, или общественные, то я не смотрю котиков, условно говоря. А кто-то наоборот, как раз ему интересно про путешествия. Я вот фотки этих курортов не люблю смотреть. И мы постепенно, постепенно формируем вокруг себя информационную среду. Вот это действительно опасно для общества в том смысле, что оно начинает, живя в одном пространстве физическом, раскалывается на пространство информационное. Ну, ничего с этим я не знаю пока поделать, пока как факт констатирую. А то, что касается ваших прогнозов, ну, посмотрим, посмотрим, может быть. Ну да, ну, как-то так. Хорошо, большое спасибо. Я обещал, что будет последний вопрос, соответственно, это была последняя сентенция. Вот. Очень рад, что вы дотерпели. Надеюсь, вам было интересно. Значит, вам раздавали, раздавали анкеты молодые люди? Нет, не раздавали? Ну, значит, и слава Богу. Все. Все, спасибо, до свидания.